Продолжение следует... Учитесь дистанционно, в удобном месте и в удобное время. Просматривайте курсы, мастер-классы, вебинары и конференции. На платформе Медзнания большой выбор образовательных мероприятий от ведущих экспертов в своих областях и широкий охват медицинских специальностей. В разделе «Мои мероприятия» умная рекомендательная система подберет для вас события по вашей специальности и интересам. В чате задавайте вопросы ведущим экспертам и обсуждайте их с коллегами. Прямо в приложении получайте баллы НМО, сертификаты и удостоверения о повышении квалификации и переносите их на портал edu.rosminstraf.ru. В портфолио доступен архив всех прошедших мероприятий. Медзнания. Образование врача через всю жизнь. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Диалог Клуба алгоритма практической неврологии под девизом «Ment and Maleo» умом и молотком мы продолжаем свою работу. И сегодня у нас с вами будет встреча, которая посвящена очень интересной проблеме. Мы назвали эту проблему «Позвоночник и сосуды. Сложный альянс». И мы поговорим сегодня с вами на эту тему. Я думаю, вам должно быть интересно. Я представляю сегодняшнего гостя, диалог Клуба, Коренера Бенновна Бодолян, доцента кафедры неврологии, факультета дополнительного профессионального образования, РНИМУ имени Пирогова, кандидата медицинских наук, врача-невролога, специалиста, эксперта в области вертеброневрологии. Добрый день, Коренера Бенновна! Здравствуйте, Елена! И мы начинаем с вами нашу работу. Мы ждём презентацию. Нам сейчас выведут её на экран. И прежде чем мы сегодня начнём обсуждать эту же вытрепещущую тему, я хотела бы ещё раз, уважаемые коллеги, обратить ваше внимание на идею нашего диалог Клуба. Мы обсуждаем с вами алгоритмы различных неврологических или ситуаций, которые имеют отношение к специальности неврология. Алгоритмы с точки зрения диагностического поиска, диагностики по клиническим признакам, лабораторной диагностики, нейровизуализации, алгоритмы постановки клинического диагноза, безусловно, алгоритмы лечения, профилактики. И насущные вопросы такие, которые стоит перед нами наша рутинная клиническая практика. Где, как проконсультировать пациента. Мы бы хотели обратить ваше внимание на то, что у нас есть свой электронный адрес нашего клуба, алгоритмы собака.мейл.ру, куда вы можете присылать отзывы о нашей программе, вы можете писать нам и задавать вопросы, темы, которые вас интересуют. И я очень рассчитываю на то, что вот эта обратная связь поможет нам с вами интересно и полноценно, эффективно взаимодействовать. Ну и, как я сказала, в цикле трудный диагноз, а вы сегодня поймете, что это не такая легкая задача, поставить диагноз, о котором мы сегодня будем говорить. Я предлагаю Корине Рубанне-Бодолян открыть нашу сегодняшнюю тему. Клинические варианты течения синдрома позвоночной артерии, причины, диагностика, лечение. Спасибо, Илла Юрьевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Для начала я бы хотела начать с клинического примера. Это наша пациентка. Мы наблюдали ее на протяжении нескольких месяцев. Нам пришлось немножко с ней поработать и потрудиться. Пациентка обратилась к нам в клинику с жалобами на эпизоды смешанного головокружения, которое провоцировалось физическим напряжением, поворотом головы, тошнота была у пациентки. Однократно она отмечала небольшую рвоту, такой с легким облегчением симптомов, шум в ушах, неустойчивость при ходьбе. Жаловалась на интенсивную боль в шейно-затылочной области. У нее была анизокория, расширение зрачка справа. Периодически отмечала небольшое двоение. Была фотофобия, мелькание так называемых мушек перед глазами. И повышенная утомляемость, общая слабость, упадок сил, вялость. Ну, достаточно такие частые жалобы. Ухудшение у этой пациентки состояния началось в течение примерно двух недель. Когда на фоне обычной такой своей привычной физической нагрузки в спортивном зале, а пациентка она поднимала тяжесть, она занималась тяжелой атлетикой полупрофессионально, у нее появилась головная боль, преимущественно по типу гемикронии справа. Причем интенсивность этой боли была где-то от 3-4 до 10 баллов по визуально-аналоговой шкале. Боль была сжимающая, периодически пульсирующая. Она иногда сопровождалась тошнотой, рвотой, которая приносила облегчение. Были колебания давления с повышением до 140 на 90, что для нашей пациентки достаточно чувствительно было. Она обычно адаптирована к 120 на 70, и вот при этом давление чувствовало себя комфортно. И появилось снижение зрения преимущественно справа, головокружение системного характера при повороте головы вправо и шум в ушах. Пациентка обратилась к неврологу по месту жительства, ну и со всеми этими жалобами она была госпитализирована в стационар города Москвы. У нас стационар сейчас очень хорошо обследуют, в приемном покое ей проведена была компьютерная томография, ангиография, на исследованиях патологии выявлено не было. В первый же день госпитализации была инфузия внутривенная парацетамола, магнезия, получила очень хороший эффект положительный. И в связи с тем, что у нее уменьшились жалобы, она настояла сама на выписке по месту жительства. И с диагнозом транзиторная ишемическая атака вертебробазилярной артериальной системе, она дальше была направлена на наблюдение к неврологу по месту жительства. После двух дней через выписки она отметила вновь усиление жалоб на головную боль в шейно-затылочной области. У нее участились вот эти эпизоды системного головокружения, уже такое стойкое расширение зрачка справа, элементы диплопии, фотофобии и повышение давления до 150 на 90. Она повторно обратилась к неврологу. Невролог ей назначил МРТ головного мозга ангиографии, МР. Патология, опять же, не было выявлено. Сделан был рентген в двух проекциях шейного отдела позвоночника, но стандартно остеохондроз и отметились признаки спондилоартроза. Было проведено ультразвуковое дуплексное сканирование брахицефальных артерий и выявлена гипоплазия правой позвоночной артерии. В связи вот с этим расширением зрачка, пациентка консультирована была офтальмологом, какой-то такой явной причины расширения зрачка офтальмолог не обнаружил, поставил ей диагноз миопии слабой степени с двух сторон и дальше рекомендовал наблюдаться. Диагноз амбулаторный у нее был дорсопатия шейного отдела позвоночника, крайнюю цервикологию, мышечно-тонический синдром. Код у вас на слайде есть, мы с вами его чуть попозже обсудим. Пациентке был рекомендован прием нестероидных противоспалительных препаратов, в частности это был имелоксикам с 7,5 мг на неделю. Она получила миорелоксан, достаточно хорошую дозу, 152 раза на неделю, и жалобы у нее стали чуть менее выражены. Однако все равно у нее симптоматика вся сохранялась, и она обратилась уже к нам в наш неврологический центр, и где у нас была возможность, наверное, более подробно и более внимательно побеседовать с пациенткой, подобследовать, и в связи с тем, что мы не ограничены во времени, уделить ей больше, возможно, времени. Ну, как я уже сказала, пациентка эта занимается спортом, она поднимает штангу. В течение последних пяти лет она периодически отмечала жалобы на боль в шее, она посещала массаж, была у нее мануальная терапия с хорошим таким положительным эффектом. В анамнезе у нее эпизоды гимикронии, которые длились от нескольких часов до суток, без четкой приверженности сторон, без предвестников. Иногда эти эпизоды сопровождались тошнотой, всегда сопровождались фотофобией и часто головокружением. Причем головокружение, оно носило разный характер, оно было как системное, так и не системное. При головной боли она принимала различные нестероидные противовоспалительные препараты, простые или комбинированные анальгетики. Периодически был какой-то положительный эффект в виде купирования головной боли через 2-4 часа от дебюта, но и сон также приносил облегчение пациентке. В течение последних шести месяцев она стала отмечать колебания давления от 110 до 70 до 140 на 90. По соматическому статусу никакой особенности у пациентки нет, никаких хронических таких явных заболеваний она не поменяет, не вспоминает. И единственное, что мы отметили, это варикозное расширение вен нижних конечностей. При нейрологическом осмотре, давайте я не буду все зачитывать, остановлюсь на особенностях. Значит, у пациентки отмечалось разные глазничные щели. Справа была грозничная щель шире, чем слева. У нее была анизокория с расширением правого зрачка и небольшой экзофтальм справа. Корния рефлексы были снижены, без четкой разницы сторон. Движения глазных яблок в полном объеме, фотореакции все сохранены, диплопии на момент осмотра у пациентки не было. Точки выхода ветвей троничного нерва были бесполезненны. И у нее отмечался горизонтальный, мелкоразмашистый, среднечастотный нестагм при крайних отведениях во все стороны. Быстрый компонент нестагма был направлен влево. При фиксации взора он менее выражен. Мы по особенностям нестагма с вами тоже сегодня поговорим. И еще такая небольшая у него была очаговая симптоматика в виде легкой девиации языка вправо. Мышечный тонус был не изменен, гипотония, сухожильные рефлексы, все без особенностей, порезов нет, чувствительных нарушений нет. Дальше мы проводили пациентке различные статодинамические и статокоординаторные пробы. У нее проба на адиадохикинез была отрицательная, проба барани. Отмечались элементы провахивания вправо с двух сторон. Пальцы носовые и пяточноколенные пробы удовлетворительные. Проба водока Фишера была отрицательная. В позе Ромберга отмечалась легкая шаткость, но при сенсибилизации шаткость значительно усиливалась, правда без четкой приверженности сторон. Отрицательный был толчковый тест. Проба Бобинского в Вейле у нее было отклонение более 90 градусов. Проба Умтерберга разворот более 45 градусов вправо. Положительная проба Декляйна. Фланговая ходьба была не нарушена. Тандемная ходьба не нарушена. И была положительная проба Берчи. Патологических стопных знаков нет, тазовые функции в порядке. Ну и нейроортопедический статус мы обязательно посмотрели. У нее было ограничение движения в шейном отделе позвоночника при поворотах в стороны, больше вправо. Отмечалось тоническое напряжение и болезненность при пальпации мышц атланто-затылочного перехода. Проекция нижних косой мышц с двух сторон больше справа. И точки проекции большого затылочного нерва. Пальпация провоцировала такую характерную боль в шейно-затылочной области. И напряжение грудино-клитично-сосцевидных мышц больше правой. Ну вот такой интересный у нее был неврологический статус. И для начала я вам хочу напомнить о теме нашей сегодняшней встречи. О том, что мы будем обсуждать. Итак, синдром Борре-Ильео. По-другому его еще называют задний шейный симпатический синдром. Синдром позвоночной артерии, позвоночного нерва. Это проприоцептивное шейное головокружение. Ротационный синдром. Ассоциированное с мигренью шейное головокружение. Очень много определений, которые по-хорошему укладываются в достаточно такую большую клиническую картину. На серию всех этих симптомов обратила внимание в 25-26 году Борре-Ильео. И они описывали патологические изменения шейных позвонков, которые могли стимулировать симпатические нервные волокна и влиять на изменение объема крови позвоночной артерии. Вот эти симптомы, которые были названы синдромом Борре-Ильео, они включали головокружение, шум в ушах, головная боль, расфокусированное зрение, расширенные зрачки, тошнота и рвота. И авторы предположили, что симпатическое сплетение, которое окружает позвоночную артерию, может быть стимулировано дегенеративными изменениями шейного отдела позвоночника. И эта стимуляция, она уже способствует рефрикторной вазоконстрикции вертобробазилиарной артериальной системе. И действительно, давайте вспомним ход позвоночной артерии. Вот ход позвоночной артерии, здесь на слайде у вас она хорошо продемонстрирована. Уже в принципе, вот само нахождение позвоночной артерии в таком узком костном канале может давать такую предрасположенность к ее компрессии и к ее раздражению. Позвоночная артерия, она проникает в костный канал, который образован поперечными отростками шейных позвонков. Чаще это отросток С6, режется С7, С5 и С4 позвонки. Боковая стенка артерии, она прилежит к кунку великотепральному сочленению, а задняя она соседствует с верхним суставным отверстием. И пройдя через поперечный отросток С1, позвоночная артерия располагается в борозде на задней дуге атланты, где она прикрыта лишь только нижней косой мышцы головы. Как правило, левые и правые позвоночные артерии, они разные по диаметру. В 70% случаев именно левая позвоночная артерия берет на себя основную функцию, она в 1,5-2 раза больше, чем правая. И вот именно изменения левой позвоночной артерии, они в клинической практике имеют больше вес, чем гипоплазия или различные раздражения правой позвоночной артерии. И посмотрите, даже незначительные дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела позвоночника, они могут приводить к возникновению синдрома позвоночной артерии. И распространенность синдрома позвоночной артерии при дегенеративно-дистрофических проявлениях патологии шейного отдела позвоночника варьирует где-то в пределах 30-40%. Какие это изменения? Это могут быть различные гиперэкстендионные травмы, так называемые хвостовые травмы. Это различные дегенеративно-дистрофические изменения, нестабильность двигательных сегментов, различные аномалии крайне вертебрального перехода. Это могут быть гипоплазии, врожденные или приобретенные извитости патологии позвоночной артерии, что еще больше усугубляет возможность развития синдрома. И иногда такие синдромы могут наблюдаться после минимальных манипуляций на шейном отделе позвоночника. Еще одни важные изменения, которые могут провоцировать развитие синдрома позвоночной артерии, это остеофиты, которые образуются при остеохондрозе и деформирующем спондилоартрозе, спондилезе в области онковертебральных сочленений. Мы с вами уже поговорили, что позвоночная артерия, она своей одной стеной прилегает вот к этому онковертебральному сочленению. И смещение и компрессия позвоночной артерии при шейном остеохондрозе, они могут наблюдаться также в результате подвывиха суставных отростов позвонков. И все это способствует развитию факторов усугубления в ситуации, когда позвоночная артерия травмируется верхушкой верхнего суставного отростка нижележащего позвонка. Что важно, что наиболее часто позвоночная артерия оказывается смещенной или ставленной на уровне хрящей между пятым и шестым шейными позвонками. Чуть реже это может быть четвертый, пятый, реже шестой, седьмой позвонки, но другие места они еще реже встречаются. Но какие еще будут дегенеративные изменения? Это могут быть артрозы, артроз дугоотросточных суставов, патологическая извитость, подвижность, блокады нестабильных суставов, грыжи. И очень часто еще такую значимую роль в развитии синдрома позвоночной артерии выделяют аномалии, в частности аномалии кемерли. Здесь у вас на рисунке достаточно хорошо она видна, вот верхний остистый отросток и там такая вот костная бороздочка. Это вот аномалия, когда усугубляется и поражается, да, и создаются условия для еще большей компрессии и раздражения позвоночной артерии в месте ее выхода. Еще одна частая причина, которая может привести к развитию синдрома позвоночной артерии, это онковертебральный артроз. И даже небольшие онковертебральные экзостозы, они могут оказывать вот это вот механическое воздействие на позвоночную артерию. И здесь на рисунке у вас достаточно демонстративно представлены вот эти онковертебральные экзостозы, именно вот это вот раздражение нервов и в частности вот может быть раздражение позвоночной артерии. Ну и еще одна структура, которая носит такой значимый вклад в развитие синдрома позвоночной артерии, это уже мышечно-тонические факторы, это тонус такой компрессивный нижней косой мышцы. Нижняя косая мышца, она располагается от остистого отростка второго позвонка, крепится к поперечному отростку первого шейного позвонка. Здесь на рисунке слева у вас видна нижняя позвоночная артерия, из-под нее вот выходит большой затылочный нерв и прободает дальше в полуостистую связку головы. И также вот из-под нее выходит позвоночная артерия и при различных дистрофических изменениях мышцы наблюдается компрессия позвоночной артерии. И еще очень важная структура, которая носит свой вклад в развитие симптома комплекса синдрома позвоночной артерии обширного, это шейно-симпатический ствол. Шейно-симпатический ствол, он проецируется по линии передних бугорков поперечных отростков шейных позвонков. Чаще всего у него имеются три узла, верхний шейный и средний и нижний. Нас с вами сейчас интересует именно нижний симпатический шейный узел, который располагается между отростком седьмого шейного и головкой первого ребра. Он у вас здесь на слайде стрелочка синий указан. Очень часто этот узел сливается с верхнегрудным узлом и носит название звездчатого узла. И вот эти постганглионарные ветви звездчатого узла, они формируют так называемый позвоночный нерв или нерв франка, который иннервирует практически все артерии вертебробазиллярного бассейна. И он образует такую переартериальную симпатическую сеть, раздражение которой будет приводить к спазму артерий и снижению вертебробазиллярного кровотока. Ну и вот резюмируя все вышесказанное, можно обобщить, что патогенез синдрома позвоночной артерии складывается из постганглионарных симпатических волокон, которые располагаются в стенке позвоночной артерии, провоцируемые костными структурами и давлением на эферентные волокна. А дальше уже вверх идет эферентная импульсация, которая распространяется через звездочный узел, спиломозговой узел, это дальше идут задние корешки, боковые рога, возвращаются к звездочному узлу и уже по эферентным волокнам идут к позвоночной артерии, провоцируют ее спазм. И вот вазоконстрикция сосудистой системы, главным образом позвоночной артерии и дисфункция вот этой симпатической регуляции тонуса артерии, она предполагается как основная причина симптомов при синдроме позвоночной артерии. Практически патогмоничным признаком развития синдрома позвоночной артерии является головокружение. И хотелось бы прямо немного остановиться на патогенезе головокружения при синдроме этого. Дегенеративные изменения связочных, речевых и костных структур, они сами по себе приводят к раздражению, а иногда и к сдавлению симпатического нервного сплетения, о чем мы с вами уже поговорили. Дальше все это влияет на сосудистую систему, что важно на метаболизм внутреннего уха. Раздражение вот этого позвоночного нерва, повышая тонус позвоночной артерии, может уменьшить скорость объемного кровотока в позвоночной артерии на треть от исходной величины. И при этом усиливается тонус и в ветвях основной артерии, в частности, снижается более чем на 40% кровоснабжение внутреннего уха. А вот это длительное такое патологическое воздействие на шейное сплетение, оно может вызвать такие стойкие сосудистые расстройства в лабиринте и нарушение функции рецепторного аппарата внутреннего уха и привести к развитию вестибулярного головокружения. Еще очень часто жалобы, с которыми к нам приходят пациенты, вот такие пациенты, а иногда этих пациентов к вам на консультацию могут отправить терапевты, когда привычная, допустим, гипотензивная терапия уже не работает, Это пациенты с повышением давления при синдроме позвоночной артерии. И здесь важную роль играет норадреналин, который содержится в окончании симпатических волокон. Норадреналин, он более такой мощный, оказывает такое более мощное сосудосуживающее и прессорное действие. И он именно принимает участие в регуляции артериального давления и периферического сосудистого сопротивления и оказывает активирующее влияние на ретикулярную формацию. И вот когда происходит длительное нарушение сосудистой иннервации вследствие шейного остеохондроза, все это может привести к стойкому изменению артериального давления. Почему? Потому что так или иначе происходит изменение, когда вот долго уже будет снижаться кровоток, может снижаться кровоток и во внутренней сонной артерии. И все это приводит к изменению кровотока и такой периодической ишемизации гипоталамической зоны, которая уже рецепрогно может влиять на давление у пациентов с патологией позвоночной артерии. Ну, немного остановимся на классификации. Сейчас, пока мы с вами работаем в системе МКБ-10, МКБ-11, она немного другая, посложнее. Я вам дальше покажу, как мы можем классифицировать пациентку нашу при МКБ-11. Ну, вот если МКБ-10, то это синдром задавления позвоночной артерии при спондилезе, это М47.0. Если это шейно-черепной синдром, то есть классический задний шейный симпатический синдром, это М50.3. И есть еще G45.0, это синдром вертебробазилярной артериальной системы. Мы имеем право ставить этот диагноз у пациентов с синдромом позвоночной артерии. Чаще всего, конечно, этот код ассоциируется с транзиторными ишемическими атаками. Здесь есть свои нюансы работы, особенно со страховыми, с проверяющими органами, когда приходят проверять в больницы, в поликлиники, в частные центры врачей. Но вот G45.0, он тоже имеет право место быть при синдроме позвоночной артерии. Ну, и еще немного о классификации. Такая классическая классификация синдрома позвоночной артерии. В нашей стране была предложена в 2010 году Калашниковым. И он разделял этот синдром по трем признакам. На патогенетические факторы синдрома позвоночной артерии, на клинические стадии и на клинические варианты. Здесь у меня стоит знак вопроса, потому что сейчас уже эти клинические варианты, они несколько пересматриваются, они расширяются. Ну, и идет дальше дальнейшее исследование возможных причин развития. Ну, патогенетические факторы я здесь останавливаться не буду. Это мы с вами все уже проговорили. По клиническим стадиям выделяют какие стадии? По степени гемодинамических нарушений. Это дистоническая или функциональная стадия. Именно когда идет раздражение, такое вертеброгенное раздражение, которое характеризуется тремя группами симптомов. Это головная боль с сопутствующими вегетативными нарушениями. Это кохлеовестибулярные расстройства и зрительные расстройства. И уже при боли, в таких поздних стадиях, когда идет длительная ишемизация, может развиваться ишемическая или органическая стадия в условиях продолжительных и интенсивных сосудистых спазмов. Это могут быть приходящие и стойкие нарушения мозгового кровообращения. Это могут быть дропатаки. Могут быть различные синкопальные состояния. О них мы чуть позже тоже поговорим. Еще по характеру гемодинамических нарушений выделяют несколько вариантов. Это компрессионный вариант, то есть непосредственно вертеброгенное влияние на позвоночную артерию. Причем, что важно, что при наличии атеросклероза в вертебробазиллярной артериальной системе, когда такой коллатеральный кровоток, он либо уже несостоятелен, либо он вообще невозможен, вот этот компрессионный вариант может вносить значимый вклад в симптоматику пациентов и приводить, опять же, к приходящим или стойким нарушениям мозгового кровообращения. Есть еще иритативный вариант, когда компрессия подвергается непосредственно волокна симпатического сплетения окружающего позвоночную артерию. А часто такой иритативный вариант может наблюдаться при тонизированной грудинно-ключично-сосцевидной мышце. И тогда вот этот сосудистый спазм, он может возникать не только в позвоночной артерии, но и в артериях вышележащего каротидного бассейна. И чаще иритативный вариант, он характерен для лиц более молодого возраста. Есть еще смешанный компрессионный иритативный вариант, вот он как раз характерен больше для лиц старшей возрастной группы. И рефлекторно-ангиоспатический, когда идет спазм позвоночной артерии в результате рефлекторного ответа на раздражение афферентных структур. Ну вот рефлекторно-ангиоспатический вариант, он в основном протекает в более легкой или умеренной стадии. Ну и сейчас мы поговорим о клинических вариантах, если говорить о классификации синдрома позвоночной артерии. Частично мы про задний шейный симпатический синдром с вами поговорили. Для него характерна такая яркая головная боль в шейно-затылочной области. Она может быть пульсирующего или жгучего характера. Боль может ирадиировать в передней от тела головы, в окологлазничную область. Может быть иногда слезотечение, заложенность носа и такие различные вегетативные проявления. Головная боль может быть постоянной. Пациенты часто жалуются на утреннюю головную боль. Особенно они могут это связать, если у них был сон в какой-то неудобной подушке или вообще не дома. Это такая головная боль. Она сопровождается кухлевестибулярными и зрительными расстройствами. И для заднего шейного симпатического синдрома характерны боль и спазм мышц шейного отдела. И прежде всего это грудиноключично-сосцевидная мышца. Еще одно очень интересное состояние это ассоциированное с мигренью шейное головокружение. Вот это шейное головокружение было предложено такой гипотезой и термин в 2013 году Хайном. И они основывались на тех фактах, что достаточно высока распространенность головокружения у пациентов с мигренью. При расчетной частоте встречаемости в общей популяции менее 1%. А частота шейного болевого синдрома у пациентов с мигренью, она вообще доходит до 35%. А вероятность провоцирования приступа мигрени при боли в шее достигает 63%. Ну и здесь еще важно учесть существенные такие тесные анатомические связи с вестибулярными ядрами, спинальным тригминальным ридером и серым веществом сегментов спинного мозга. И вот это вот весь такой фактор, да, вот эти факторы, они вот именно обеспечивают возможность активации тригеминовоскулярной системы. И все это может привести к развитию мигренозного приступа, а также к эпизоду вестибулярного головокружения. Однако стоит отметить, что патогенез и возможность вот этого клинического варианта, оно до сих пор пока рассматривается и проводится еще и дискутабельно. Да, спасибо. Про прецептивное шейно-головокружение. Этот термин впервые был введен в нашу с вами практику в 1955 году Райаном и Копом. Авторы полагали, что шейно-головокружение было вызвано нарушением афферентации вестибулярного ядра из поврежденных суставов рецепторов в области шейного отдела. Здесь большой вклад вносит не только дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника, но и миофасциальный болевой синдром. И вот все это может привести к нарушению симметричности афферентных входов от правой и левой стороны в систему контроля норовесия и приводить к нарушению координации. Ротационный синдром позвоночника, синдром лучника. Этот термин был впервые введен в 1978 году с Тором, когда он описал стволовой инсульт у спортсмена, который занимался стрельбой из лука. Еще какие симптомы, какие признаки наблюдались при репутационном синдроме. Это головокружение, которое было вызвано обратимым спазмом или стенозом доминантной позвоночной артерии на атлантоаксиальном уровне при ротации головы, что важно. Головокружение, нестагм, шум в ушах у этих пациентов без каких-либо стволовых признаков и симптомов могут возникать скорее в результате лабиринтовой, нежели центральной стволовой ашемии. Ну и механическая компрессия, она может быть спровоцирована стенозом отверстия поперечного отростка позвонка, остеофитами, то есть любыми дегенеративными изменениями на уровне верхней шейного отдела позвоночника. И что интересно, что был достаточно сделан большой обзор исследований по синдрому лучника и отмечено было, что основная фиксация наблюдалась на уровне С1 и С2 и чаще всего отмечалась у пациентов старше 50 лет из-за дегенеративных остеофитов и контрлатерального атеросклероза. Но какие еще есть клинические варианты? Это вестибулотоксический химсиндром, который наиболее часто сопровождает головную боль, преобладают здесь субъективные симптомы. Пациенты жалуются на головокружение, на неустойчивость к телу, они могут говорить о потемнении в глазах, нарушении равновесия, иногда это может сопровождаться тошнотой и рвотой. И симптомы эти могут усиливаться во время движения головой или при вынужденном ее положении. Тоже очень частый, практически патогмоничный синдром – это кухлевестибулярный синдром, для которого характерен крупно-росмажистый горизонтальный нистагм. Может быть шум в ухе или затылке, иногда это могут быть парастезии, иногда такие пациенты могут наблюдаться у лоров с тугоухостью, снижением восприятия шепота, могут отмечаться у этих пациентов и изменения на аудиограмме. Шум в ушах может характеризоваться стойкостью и длительностью проявлений, и по характеру он может изменяться в зависимости от положения головы. Поэтому очень важно у пациентов спрашивать, менялся ли как-то шум, когда вы легли, когда вы встали или когда вы повернули, допустим, голову. Но и при кухлевестибулярном синдроме часто отмечается пароксизмальное головокружение, оно может быть как системным, когда это такое яркое головокружение пациента описывает, или несистемное, когда они говорят об ощущениях неустойчивости, покачивания или своего положения, допустим, в пространстве. Еще один синдром – это синдром перфюродепти из клинических вариантов. Это когда идет раздражение вот этого звездчатого узла. Это, здесь картинка не наша, это картинка взята из интернета, но слева получается, если зеркально смотреть, у пациентки расширение глазничной щели, медриасов, то есть расширение зрачка и экзофтальминок, такой выкупуковый глаз. Это как раз один из синдромов, который был у нашей пациентки, на который я вам представила клинический симптом. Ну, глазные симптомы Борре еще в свое время были включены как облигатный признак. Эти симптомы, они могут быть приходящими и стойками. Пациенты могут говорить о появлении черных мушек, копоти, искр, молнии, там как-то их описывать очень ярко, они могут быть в движении. Фотопсии, они могут быть точечные, они могут быть сложными и простыми. И во всех случаях, и важно, что эти зрительные симптомы, они являются кратковременными и длятся всего несколько секунд. Еще какие могут быть глазные симптомы? Это может быть неясность видения предметов, ощущение пелены или тумана перед глазами. Иногда могут быть нарушения зрения, которые появляются вместе с болью в шейно-затылочной области. Это могут быть мерцающие скотомы, туманы, потемнения в глазах. То есть это объективные могут быть симптомы. И еще что важно, офтальмологи иногда вам могут прислать таких пациентов и описывать узость сосудов на глазном дне. Приступообразно может быть выпадение полей зрения или их часть, но это уже когда идет такая ишемическая, органическая стадия синдрома позвоночной артерии, о котором мы с вами поговорили. Может быть синдром вегетативных нарушений, о связи именно вегетативных ганглиях мы с вами тоже обсудили. Такие могут быть гипоталамические пароксизмы смешанного типа. У пациентов часто бывают панические атаки. Но редко бывает бульбарный, псевдобульбарный синдром, опять же при ишемической стадии на более поздних и долгих симптомах. И еще такие сложные, уже более значимые клинические варианты, которые наблюдаются на ишемической стадии позвоночной артерии, это транзиторные ишемические атаки. Причем это могут быть приходящие двигательные и сенсорные нарушения, а может быть частичная или полная потеря зрения, гомонимная геменопсия, токсия, которая не связана с головокружением. Характерен синдром Унтерхорштайта, это когда возникает острое нарушение кровообращения в ретикулярной формации ствола мозга. И это характеризуется таким кратковременным выключением сознания при резком движении головы. То есть пациент не помнит этот эпизод. А могут быть дроп атаки, когда пациент резко падает, но при этом он находится в сознании. И это связано уже с ишемивкой в дальних отделах ствола головного мозга и мышечка. То есть он резко упал, при этом находится в сознании, и через несколько секунд он быстро восстановился, встал и как ни в чем не бывало. Вот это вот такие три клинические варианты именно ишемической стадии синдрома позвоночной артерии. Ну и давайте немного поговорим с вами о диагностике. Естественно, к нашему стандартному нейрологическому осмотру обязательно нужно добавлять мануальную осмотр пациента. Это исследование болевых точек, точка проекции позвоночной артерии, звездочного узла, большого и малого затылочных нервов. Это надо обязательно применять различные функциональные пробы, которые будут усиливать церебральные проявления. Посмотрите, вот эта проба Берчи, о которой я говорила у нашей пациентки, она была положительная. Как она проявляется? Вы сажаете пациента и мягко вытягиваете шею, так за голову. И все это может провоцировать нечеткое зрение, головную боль, непереносимость шума, паракузи, яркий свет, головокружение, тошнота. То есть тут вот такая очень яркая клиническая картина раздражения позвоночной артерии. Еще что важно, мануальные методы обследования. Мы должны посмотреть движения в шейном отделе позвоночника. Мы должны определить триггерные зоны, блокады различные. То есть все, что нам укажет именно на заинтересованность шейного отдела позвоночника. Естественно, головокружение, так как является одной из самых частых жалоб у таких пациентов, нужно дифференцировать. Я не буду долго останавливаться на этом слайде. Вы можете его себе зафиксировать. Это наиболее частые заболевания, при которых тоже встречается головокружение. Периферическое головокружение. Оно яркое достаточно. И здесь вам обязательно в бригаду, вам помощь должен быть врач отоларинголог или отоневролог. И такой вот алгоритм осмотра пациента с головокружением должен обязательно включать в себя сбор жалоб и анамнеза и отоневрологический осмотр, который может в себя включать набор клинических тестов, проб, для того, чтобы определить вообще уровень поражения вестибулярной системы, какое это головокружение, центральное, периферическое, потому что все это будет влиять на лечение пациента, на ведение пациента. И клиническое обследование таких пациентов должно обязательно включать в себя проведение статокоординаторных, статокинетических проб, глазодвигательную систему. Нужно посмотреть провокационные пробы, позиционные тесты, отоскопию, исследование уха. Как я вам сказала, здесь нужен либо лор-врач, либо отоневролог. Ну и статокоординаторные пробы, самые частые пробы, естественно, это пробы Ромберга. Что важно, что здесь нужно смотреть сенсибилизированную, то есть усложненную пробу Ромберга, и при поражении вестибулярного анализатора будет отмечаться такое выраженное отклонение пациентов при усложненной пробе Ромберга. А если это будет одностороннее такое поражение лабиринта, то пациент будет отклоняться в сторону лабиринта. Но сама по себе проба Ромберга, она не очень информативна, только это проба Ромберга. Ну вот давайте здесь я вам продемонстрирую. Так у нас не запускается, да, к сожалению, видео. Здесь видео пациента... Вот, отлично, спасибо. Пациента с сенсибилизированной пробой Ромберга, когда вы просите поставить одну ногу перед другой, ровненько постоять, глаза закрыть, руки вытянуть вперед, и вот в таком положении вы смотрите, как ведет себя пациент. Ну, еще проба Ромберга, она очень хорошо выявляет демонстративные изменения, когда пациент агравирует. Указательные пробы, пальцы-носовые, пальцы-пальцевые или проба брони. И вот эта проба проводится такая достаточно яркая. При периферическом одностороннем поражении в стебулярном анализаторе пациент обеими руками промахивается в одну сторону, в сторону пораженного лабиринта. Когда вы просите пациента пальчиком достать ваш палец, или там молоточек, вот она пробует достаточно информативно. Еще остаток координаторной пробы, пробы Декляйна. Здесь у вас демонстрируется проба на адиодах и кинез. Она больше информативна при мажечковой атаксии, при мажечковом поражении. А пробы Декляйна, когда пациент стоит, то есть вы его поставили в прозу Ромберга, и попросили его запрокинуть голову, и максимально его повернуть голову, ну, можно в сторону пораженного лабиринта, вообще смотрится в обе стороны. И через 20-30 секунд от начала этой пробы будут оцениваться ощущения больного, в частности, возникновение головокружения, неустойчивости, тошноты, и может регистрироваться нестагм. Вот у нашей пациентки как раз была проба Декляйна положительная, что также свидетельствовало о вертоброгенном воздействии и провоцировании вот этого головокружения. Проба водока Фишера. Пациент сидит, руки вытянуты прямо перед собой, в норме пациент удерживает руки сколько угодно, а при поражении вестибулярного анализатора пациент отклоняет руки в сторону пораженного лабиринта. И проба Бобинского вели, когда пациент стоит, вы просите его сделать 5 шагов вперед, 5 шагов назад, несколько раз эту серию повторить, и при наличии заинтересованности лабиринта будет разворот пациентов на 90 и более градусов в сторону патологического очага. Вот у нашей пациентки при пробе Бобинского вели был разворот более 90 градусов именно вправо. Еще статокоординаторные пробы, тандемная ходьба, вот она у вас здесь на видео представлена. Ну вот эти две, тандемная ходьба и фланговая ходьба, они больше позволяют дифференцировать патологию мужичка и понять, это проблема все-таки мужички или периферическая проблема. Маршевая проба или тест Умтерберга, тест Фукунда, она была также положительна у нашей пациентки. Пациент стоит, вы просите его закрыть глаза и в течение минуты шагать, высоко поднимая колени. И вот при периферическом поражении вестибулярной системы пациент будет поворачиваться в сторону пораженного лабиринта. Ну, большое такое диагностическое значение имеет именно исследование глазодвигательной системы. В первую очередь нужно оценить наклон головы и положение глаз при взгляде прямо. При этом нужно посмотреть, как голова располагается относительно правого и левого плеча, потому что при односторонней периферической вестибулопатии может отмечаться наклон головы в сторону поражения. Еще что важно, важно очень оценивать нестагму, именно спонтанный нестагм, и смотреть его во все стороны, вправо, влево, вверх и вниз. Мы привыкли смотреть в две стороны, а тут важно очень осмотреть его во все стороны. И мы именно оцениваем нестагм по быстрой фазе, потому что она наиболее различима. Но на самом деле медленная фаза, она нам говорит о том, в какой лабиринт поражен. То есть быстрая фаза направлена в сторону здорового лабиринта. То есть нестагм вправо будет означать, что медленная фаза направлена влево, а быстрая вправо. То есть периферический нестагм направлен в сторону более сильного здорового лабиринта. И вот здесь на видео вы видите спонтанный взор индуцированный нестагм у пациента. С отклонением вот у него, видите, быстрая фаза получается влево, медленная фаза вправо. Здесь еще расфокусировка зрения, и здесь тоже спонтанный взор индуцированный нестагм. Но есть еще физиологический установочный нестагм, мы про него помним. Важно понимать, что физиологический нестагм, он мелкораспашистый, низкомплитудный, он непостоянный, он горизонтальный в крайних отведениях по горизонтали, и вертикальный при отведении взора вверх. Отсутствует рикошет, и другие глазодвигательные нарушения при физиологическом нестагме, они будут отсутствовать. Тогда как патологический взор индуцированный нестагм, он крупно-рассмашестый, он может быть средний размаштый, с высокой частотой, постоянный, он не затухает, он вертикальный при отведении по горизонтали, и у него есть другие глазодвигательные нарушения. Вот посмотрите, здесь нестагма пациентки с саталитами в левом заднем полукружном канале, если обратить внимание, у нее быстрая фаза направлена вправо, это очки финзеля одеты, чтобы была расфокусировка зрения, и еще взгляд тоже у нее такой вниз, полукружный канал направлен. Но вот здесь на слайде продемонстрирована общая характеристика периферического и центрального нестагма, я предлагаю ее сфотографировать, здесь достаточно полный такой слайд, как меняется нестагм в зависимости от его причины, и что важно, что вот таких пациентов по возможности отправлять нужно к отоневрологам, они уже проводят тесты на оптокинез, они смотрят вестибулоокулярный рефлекс, тесты тряхивания головы, и проводят различные позиционные тесты. Самым таким золотым стандартным из них является тест Дикс и Халпайка. Сейчас мы с вами на него посмотрим, и вот тест, если проводить его, то мы у него пациента будет не ставим. Сейчас нам запустят видео. Врач поворачивает голову пациента на 45 градусов, кладет его на кушетку так, чтобы у него голова еще свисала ниже, чуть-чуть ниже 30 градусов. И дальше врач должен оценивать возникновение нестагма у пациента. Видите, здесь будет ротационный нестагм при заинтересованности лабиринта, нестагм будет направлен вниз, такой грубый будет горизонтальный нестагм, опять же, быстрая фаза в сторону здорового лабиринта, и может добавляться такой вертикальный компонент, что важно, что тест обязательно нужно будет повторить на обе стороны, не только на сторону заинтересованного лабиринта. Для оценки вегетативной нервной системы можно посмотреть глазосердечный рефлекс, синокаротидный, солярный рефлекс. Мы редко это делаем, но вегетативный статус, он очень часто обовлекается, и очень часто демонстративный у пациентов с позвоночной артерией. И я бы хотела сейчас немного обсудить нашу пациентку, которую я вам продемонстрировала в начале нашей с вами встречи. Вот анализ жалобы пациентки, жалобы на головокружение, на которое провоцируется физическим напряжением, поворотом головы, на тошноту, рвоту, шум в ушах, неустойчивость при ходьбе, интенсивная боль в шейно-затылочной области, вот этот анализ уже позволяет предположить недостаточность кровообращения вертеброгенного генеза. Гемикронии в анамнезе, без четкой приверженности сторон, без предвестников, которые иногда сопровождаются тошнотой, всегда сопровождаются фотофобией, свидетельствуют о наличии у пациентки мигрени без ауры, эпизодически ассоциированной с головокружением. У пациентки рецидивирующий синдром перфюр-дюпти, мы с вами его проговорили, периодический симптом этот частичный, который характеризуется расширением глазничной щели, экзофтальмом и расширением зрачка, что бывает в результате периодического такого раздражения симпатических волокон, а ее жалобы на двоение, они связаны именно с нечеткостью зрения в результате вот этого расширения зрачка. У пациентки, как я вам говорила, уже положительная проба Берчи, она свидетельствует о цервикогенном генезе ее симптомов, а вот эти статокоординаторные пробы, проба Барани, проба Бабинского-Веля, Унтерберга, Декляйна, и оценка глазодвигательной системы пациентов, мы с вами говорили о том, что у нее достаточно крупноразмашистый нестагм, они свидетельствуют о вестибулярном, периферическом генезе головокружения. И что важно? Важно дообследовать таких пациентов, и обязательно отправлять их на рентгенографию шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, то есть мы обязательно должны посмотреть рентгеновский снимок при максимальном сгибании и разгибании, обязательно посмотреть трансоральную проекцию, потому что нам нужно оценить зуб С2 позвонка. МСКТ, МРТ, морангиоглорофия, это все дополнительные уже методы, если они вам нужны, могут выявляться гиплазированные позвоночные артерии, ее патологическая извитость. Обязательно таким пациентам производим дуплексное сканирование с функциональными, опять же, пробами. При дуплексном сканировании оцениваем толщину, плотность сосудистой стенки, оцениваем гемодинамику позвоночной артерии. Может выявиться, опять же, гипоплазия, патологическая извитость. И хочется только напомнить, что гипоплазированной будет считаться позвоночная артерия диаметром меньше 3 мм, а диаметром больше 5 мм она будет расцениваться как компенсаторно увеличенная. Ну и вот это исследование нашей пациентки. Мы провели рентген в двух проекциях и трансоральную еще проекцию, функциональные пробы добавили. На рентгене вы видите по заключению у нее нарушение статики, у нее фиксированная патологическая деформация в виде сглаженности шейного лордоза, у нее распространенный межкопзвонковый остеохондроз, стадии хондроза, спондилоартроз C4-C6, и соотношение C1-C2 у нее не нарушено. Вот ее снимки. Здесь нету снимка пятого при максимальном разгибании, но поверьте мне, там патологической нестабильности нет. Вот видите, трансоральную проекцию, никаких изменений там нет. Ну и выпрямление лордоза, и онковертебральное изменение на уровне C4-C5. Провели пациентке нейровизуализацию по МРТ шейного отдела. В принципе, все подтверждается, что было с рентгеном. Сделали МРН-гиографию брахиоцефальных артерий, выявили гипоплазированную правую позвоночную артерию. Ну, с учетом вот этого изменения и жалоб надвоения экзофтальма, пациентке было рекомендовано лором сделать МРТ-орбит еще. Ничего особенного мы не выявили. Единственное, что это была небольшая киста эпифиза, выявленная, которая клинически себя никак не проявляла и была незначима. Вот это МРТ пациентке. Я вам демонстрирую, никаких изменений нет. МРТ шейного отдела позвоночника, нарушение статики критических, никаких изменений нет. Небольшие проявления спондилоартроза в нижних отделах. И это МРТ-эморангиография. Это не наш снимок. Это я вам привела пример гипоплазированной позвоночной артерии справа. Пациентке сделали дуплекс с ротационными пробами и выявили низкие гемодинамические показатели в правой позвоночной артерии с признаками миофасциального влияния. И плюс еще у пациентки было усиление венозного оттока из полости черепа по позвоночным сплетениям. Вот он ее дуплекс. Вот она правая и левая позвоночная артерия. Вы видите, что при поворотах скорость кровотока, линейная скорость кровотока в правой позвоночной артерии она намного ниже, чем в левой позвоночной артерии. Это вены, это внутренние еремные вены, с правой стороны это средний снимочек, она расширенная и достаточно такие расширенные были признаки венозного оттока, нарушения венозного сплетения. Пациентка консультирована была нейроофтальмологом, опять же никаких изменений не было выявлено, лор посмотрела ее от ларинголога, данных завести было по ДПГ и любые причины центрального периферического головокружения получено не было. Таким образом, пациентке был поставлен диагноз дорсопатия шейного отдела позвоночника, спондилоартроз, остеохондроз, синдром позвоночной артерии, это дистоническая стадия, смешанный компрессионно-ирритативный вариант, недостаточность кровообращения в вертебробазиллярной артериальной системе, передне-задний мышечно-тонический синдром, экстравазальная компрессия брахиоцефальных артерий и вен. По МКБ-10 это шейно-черепной синдром, М53.0, ну и в скобках я вам продемонстрировала МКБ-11, шейно-черепной синдром и недостаточность вертебробазиллярной артериальной системы, это уже вот ниже 21 МБ, она кодируется. Ну и коротко поговорим о лечении таких пациентов. Естественно, первое приемлемое назначение это нестероидные противовоспалительные препараты. Основным критерием выборов этих препаратов является, естественно, эффективность, переносимость и ориентированность на возможные побочные реакции, потому что нестероидные противовоспалительные препараты, они могут дать ряд риск серьезных сречесосудистых желудочно-кишечных осложнений. Поэтому важно ориентироваться в первую очередь на пациента и на возможную его соматическую сопутствующую патологию. Вот классификация нестероидных противовоспалительных препаратов по селективности цикловоксогеназа вам хорошо известна, здесь я долго останавливаться не буду. Хочу отметить, что важно очень дополнять лечение таких пациентов симптоматическими препаратами замедленного действия, потому что остеоартроза, в частности спонзилоартроза, я вам уже продемонстрировала, вносит значимый вклад в клинику таких пациентов. Препараты эти демонстрируют такой достаточно хороший отсроченный эффект, он наблюдается и через 3 месяца, и через 6, и 9 месяцев от приема и позволяет значительно снижать потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах. Если мы говорим о мышечно-тонических синдромах, то естественно пациентам мы должны назначить миорелаксанты центрального действия. Мы помним, что миорелаксанты, все миорелаксанты, они обладают такими побочными эффектами, как сонливостью, головокружение, мышечной слабостью и артериальной гипотензией. Здесь и баклофен, и тизанидин, и толперизон. Любой из этих миорелаксантов имеет право место быть, дозу вы выбираете индивидуально. На амбулаторном приеме наиболее, наверное, удобен этот толперизон, потому что он редко продемонстрирует вот эти побочные эффекты. Ну и у него есть инвекционная форма, что тоже позволяет добиться такого быстрого эффекта. В патогенезе сосудистых нарушений при синдроме позвоночной артерии также значимая роль принадлежит венозным нарушениям. И часто очень именно венозные проявления выходят на первый план. Поэтому важно лечение таких пациентов дополнять венотоническими препаратами. Это может быть и диасмин, диасмингиспердин, генкобилоба, дигидроэртамин и кофеин. Здесь любой из препаратов, который дает свой эффект. Естественно, когда мы говорим о синдроме позвоночной артерии, мы говорим об использовании вазоактивных препаратов. Их достаточно много. Единственное, мы помним, что у пациентов с нарушением венозного оттока вазоактивные препараты мы не назначаем. Могут быть в схему лечения включены и вестибулолитические препараты при выраженной тошноте, рвоте, головокружении. Можно использовать лечебно-медикаментозные блокады. Есть инъекционные методы лечения нестабильности шейного отдела позвоночника. Ну и все немедикаментозные методы лечения, которые будут давать эффект у пациента, вы, естественно, можете и должны назначать пациенту. Ну и я вам продемонстрирую лечение нашей пациентки. Мы продолжили использовать толперизон по таблетке 2 раза в день в дозе 150 мг в течение 3 недель. Мы на 3 дня ей дали немисулит по таблетке 2 раза в день. Затем перешли на препараты 1 раз в день. Прикрыли желудок на 10 дней, пока мы лечили немисулит. Так как у пациентки отмечалось нарушение венозного оттока, то лечение мы дополнили дегидроэртамином и кофеином. И с учетом наличия у нее астенических жалоб, я вам вначале их продемонстрировала, пациентке был рекомендован прием левокарнитина по схеме по 5 мл 3 раза в день в течение 2 недель. Затем мы продолжили 5 мл 2 раза в день еще в течение 2 недель. Из немедикаментозных был массаж шейно-воротниковой зоны, рефлексотерапия, остеопатия, физиотерапия, лечебная физкультура. Ну и рекомендовали ей вести дневник головной боли и дали рекомендации по адекватному купированию мигренозной головной боли. Вот на фоне нашей проведенной терапии достаточно редко у пациентки возникало в окружении при резких поворотах головы, болевой синдром полностью регрессировал и значительно уменьшились астенические жалобы. У меня все, спасибо. Большое спасибо, Карина Рубеновна. У нас поступают вопросы. Мы с вами в конце отведем время для ответов на эти вопросы. Я хотела бы продолжить тему, которую вы развили. Это подходы к лечению уже стадии синдрома позвоночной артерии, дистонической функциональной, органической ишемической стадии. Я хотела бы сказать о том, что пациентку, которую вы продемонстрировали в этом клиническом случае, мы смогли лечить бригадой врачей, специалистов, где знания от невролога позволили нам исключить периферический характер и жалоб ее вестибулопатии. То есть проблем с внутренним ухом у данной пациентки не было, поэтому неврологические аспекты, вертеброневрологические аспекты и физиотерапевтические аспекты ее лечения позволили нам добиться достаточно хороших результатов. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Мы очень подробно обследовали эту пациентку. И я еще раз обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, что этот диагноз синдрома позвоночной артерии – это не такой простой диагноз. За жалобами, которые предъявляют пациенту, могут скрываться совершенно различные патологические состояния. Также я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что синдром позвоночной артерии – это такой собирательный термин, зонтичный, в рамках которого объединяется комплекс церебральных, сосудистых, вегетативных синдромов, которые возникают вследствие поражения либо симпатического сплетения позвоночной артерии, либо деформации ее стенки, либо изменения ее просвета. И надо отметить, почему мы в цикле «Трудный диагноз» включаем вот эту тематику синдрома позвоночной артерии, потому что множественность этиологических факторов несколько размывает трактовку синдрома диагноза позвоночной артерии. Потому что под этим понятием можно подразумевать практически любое поражение сосуда, и обратила на это внимание Карина Рубеновна, и нарушение мозгового кровообращения, транзиторные ишемические атаки, инфаркты в вертебрально-базиллярной артериальной системе, строго говоря, могут рассматриваться в рамках синдрома позвоночной артерии. Но, несмотря на полиэтилогичность этого синдрома, все-таки в нашей клинической практике мы под данным термином подразумеваем, и не только мы, а неврологи России, вообще международное сообщество неврологическое, подразумевает компрессионный вариант воздействия на позвоночную артерию и окружающую ее нервно-симпатическое сплетение. Как правило, в нашей практике этот диагноз мы выставляем пациентам, которые имеют определенный набор жалоб и клинических синдромов, которые так или иначе можно связать с дегенеративно-дистрофическими поражениями или аномалиями шейного отдела позвоночника. Поэтому так и важен диагностический поиск, который исключил бы другие причины развития симптома комплекса, с которым к вам обращается пациент. Потому что подходы, если это проблема внутреннего ухлакиволечения, совершенно другие, совершенно требуют других компетенций, и иногда, если невролог не разобрался, не приходится удивляться, почему жалобы пациента сохраняются. Нам часто приходится сталкиваться с синдромом позвоночной артерии, поскольку дегенеративно-дистрофические проявления патологии шейного отдела позвоночника составляют достаточно широкий диапазон от 30 до 42,5%. И когда вы подразумеваете, что речь идет о патологии вертеброгенной, и речь идет о синдроме позвоночной артерии, которая связана с патологией позвоночника, дегенеративно-дистрофического характера или его аномалии, то правомернее все-таки более корректно используют термин вертеброгенный синдром позвоночной артерии, тогда не будет никаких сомнений, что имеет в виду врач. Уже говорила Карина Рубенна о классификации Калашникова. Да, мы с вами диагностическими критериями вертеброгенного синдрома позвоночной артерии выбираем три позиции. Это клиническая симптоматика, наличие одного из девяти сегодня описанных клинических вариантов, или, что очень важно, обратите на это внимание, их сочетания, они часто сочетаются друг с другом, наличие изменений, которые вы связываете с дегенеративно-дистрофическим поражением позвоночника, а это вы можете обозначить только после проведения либо МРТ или КТ, обязательно с сочетанием с функциональными пробами, но чаще всего функциональные пробы мы проводим при рентгенографии шейного отдела позвоночника. И здесь очень важно, конечно, еще добавить, мало того, что это рентгеновские снимки в двух проекциях шейного отдела позвоночника, это функциональные пробы, и еще, конечно, регистрацией тоже в нашем клиническом примере это было обозначено, мы делаем уплатку специально пациента, чтобы посмотреть, нет или есть атлантоаксиальный подверих, который тоже может давать определенную клиническую картину, и это нужно исключать при постановке нашего диагноза. И, разумеется, подкрепляется наш диагноз вертеброгенного синдрома позвоночной артерии наличием тех изменений, которые мы проводим доплексным сканированием или вертебральной доплерографии, и опять функциональные нагрузки дают нам понимание, насколько вот эти экзогенные вертеброгенные влияния оказывают на кровоток в позвоночных артериях. Возможно, как было уже сказано, это смешанный вариант, это ирритативно-компрессионный вариант, который еще сочетается с атеросклеротическим поражением позвоночных артерий. Я хотела бы обратить ваше внимание на, конечно, аспекты лечения. Мы достаточно подробно обсудили клинику, диагностику этого состояния. Какая задача перед нами стоит в лечении вертеброгенного синдрома позвоночной артерии. Главная цель воздействия препаратами, если мы говорим о медикаментозных стратегиях, это снять боль, это устранить головокружение, это нормализовать функционирование нервных корешков, а также остановить или замедлить, попробовать дегенеративные изменения хрящевой ткани. И здесь нам в помощь группа лекарственных препаратов, конечно, на первом плане выходят нестероидные противовоспалительные лекарства, в любом варианте капельницы, инъекции, таблетки, мази, все это для снятия боли и воспаления. Возможно, в ряде случаев, при неэффективности нестероидных противовоспалительных средств, мы подключаем гормональные препараты. Стараемся избегать, но как вариант запасной у нас имеется. Медикаменты, которые снимают спазм, тем самым улучшают кровообращение. Вы видели, что нижняя косая мышца, она играет роль, ее спазм мы проверяем, она как раз не прикрытый, вот вне костный сегмент канала позвоночной артерии, прикрыт только этой мышцей, и ее спазм может давать выраженные изменения и симптоматику. Поэтому мерилоксантазис действительно используется. Для улучшения проведения нервных импульсов, питания нервной ткани, если особенно это состояние имеет компрессионное влияние при дискогенной болезни, мы добавляем витамины группы В, при хронической выраженной боли, при нарушениях сна в нашу стратегию входят и седативные препараты, и медикаменты, направленные на улучшение обменных процессов крещевой ткани, препараты замедленного действия, то, что мы раньше называли фондропротектор, тоже здесь могут играть роль, особенно если это хроническое состояние, хроническая боль. Мы не бесконечно можем использовать НПВП-терапию, поэтому мы подключаем эту группу лекарственных препаратов. Есть немедикаментозные стратегии, и о них не надо забывать. Они очень хорошо помогают и улучшают комплайнт пациента. К сожалению, реалии сегодняшнего дня говорят о том, что часто пациенты самостоятельно пытаются справиться с болевыми синдромами, а реалии таковы, что они бесплатно, прошу прощения, безрецептурно при нем получают в аптечной сети, покупают лекарственные препараты, поэтому иногда они приходят уже, принимая лекарственные средства. Надо смыслить, вот клинический пример, который привела Корина Рубенна, показал, что эта пациентка и врач общей практики назначила НПВП-терапию, но абсолютно не правильную, не терапевтически обоснованную схему. Например, назначение препаратов из группы Мелоксикама 7,5 мг 1 раз в сутки, это вообще на самом деле детская доза, 7,5 мг, это не терапевтическая доза взрослого, она и придумана для детского возраста, поэтому вот такой обезболивающий эффект эту терапию не приходится ожидать, тем более пациентка корпулентная, занимается спортом, тяжелой атлетикой, и в этом смысле, конечно, это была для нее неправильная доза. Поэтому вот это самолечение, когда пациенты сами назначают себе терапию, консультируясь буквально около такого окна в аптеке с фармацевтом, это абсолютно неправильно, надеюсь, что в скором времени эта практика в нашей стране уйдет, за рубежом она давным-давно канула в лето. А что можно предложить в качестве немедикаментозных стратегий, очень за рубежом, и в нашей стране развивают обороты, так называемой PRP-терапии, это плазмотерапия, аутоплазма, когда плазма тромбоцитарная вводится в мышцы, расположенные в неприсредственной близости от позвоночника, выраженные стимулирующие действия на восстановительные процессы во всех структурах позвоночника, замедляет процесс разрушения хрящевой ткани, снимает боль, мышечный спазм, улучшает местное кровообращение. Как вариант, ударно-волновая терапия, которая снимает мышечный спазм, усиливает кровообращение и устраняет застойные явления в тканях. Ну и кинезиотейпы, которые способствуют расслаблению мышцы, одновременно оказывают поддерживающее действие, помогая снять воспаление, отек, восстанавливать подвижность в суставах. Есть еще определенные методики. Современная карбокситерапия, когда лечение проводится с помощью подкожных инъекций углекислого газа, запуская ряд биохимических процессов, как следствие улучшается микроциркуляция, уменьшается отечность, боль активизируется, сместные защиты, защитные процессы, это абсолютно безопасная процедура. Мы обычно ее рекомендуем тогда, когда противопоказана медикаментозная терапия. Купировать болевоспалительный процесс и поддерживать это на определенный длительный период, помогает озонотерапия, ведение непосредственной близости, позвоночник улучшает питание, отток снижает активность ферментов, провоцирующих демеративные изменения фреща. Есть и не только терапевтические, но и хирургические методы лечения вертеброгенного синдрома позвоночной артерии. Я не могу сказать, что они широко используются, особенно если речь идет о декомпрессии позвоночной артерии, но в ряде случаев, если речь о дискогенной болезни, в ряде случаев они выполняют такую очень важную задачу, собственно говоря, оградить пациента от грубых изменений, которые могут в функциональной дистонической стадии перерасти в органическую стадию и способствовать развитию острых нарушений мозгового кровообращения. Или грубые изменения со стороны дегеративных изменений межпозвонкового диска могут привести к синдрому милопатии и развитию периферических порезов, параличей верхних конечностей и центральных спастических нижних конечностей. Поэтому удаление протрузий методом холодноплазмной, лазерной, радиоволновой нуклеопластики, микродискектомии, эндоскопические операции, удаление остеофитов, лечение сколиоза посредством установки специальных металлоконструкций. Все это решается в таком порядке консилиума специалистами, которые рассматривают целесообразность и показания для проведения такого рода хирургического лечения. Ну а если это ишемическая стадия, эта стадия связана не только с вертеброгенными, но и развитием ишемии, связанной с атеротромботическим поражением позвоночных артерий, тогда стентирование, эндортеректомия тоже здесь рассматривается как вариант, особенно если пациенты переносят неоднократные транзиторные ишемические атаки. Не так развита и не всеми признана переартериальная симпатоктомия, удаление оболочки сосуда вместе с нервирующими ее нервами, но в принципе как вариант такой метод вы должны о нем знать. Я хотела бы о вопросах, которые поднять для сегодняшнего обсуждения, разделить на две части. Вот дистоническая стадия синдрома позвоночной артерии и ишемическая стадия. Вот здесь выбор оптимальный аналогетической, не только аналогетической терапии, требует, конечно, разных подходов. Ведь степень гемодинамических нарушений, которая разделяет сам процесс возникновения этих симптомов, на две стадии, функциональная и ишемическая, разумеется, требует не только симптоматического лечения, убирая головную боль, соответствующие вегетативные проявления, коклеовестибулярные, зрительные расстройства, но и вставить в свои задачи профилактику развития нарушений мозгового кровообращения. Потому что стадии функциональных нарушений гемодинамических, особенно по мере усугубления дегенеративно-дистрофических проявлений в позвоночном столбе, может в совокупности с интравазальными атеротромботическими нарушениями, плюс еще, скажем так, индивидуальными особенностями анатомии позвоночной артерии, например, патологическая извидность или гипоплазия, либо разный вход в позвоночный канал, все это может в своей совокупности приводить к приходящим или стойким нарушениям мозгового кровообращения. Мы обсудили с вами три функциональную степени гемодинамических нарушений при синдроме позвоночной артерии и аналогезии. Чем здесь мы будем лечить? Мы сегодня с вами не обсуждаем лечение вегетативных нарушений, кухлевестибулярных, зрительных расстройств. Подробно принципы изложила Корина Рубен на своем выступлении, но здесь должна сказать, что эти принципы вам все хорошо известны. Это и вегетатропные препараты, это препараты, которые борются с головокружением, симптоматические средства, препараты, улучшающие кровоток, микроциркуляцию при зрительных расстройствах. Сразу забегу вперед, наверняка будет вопрос, чем лечить шум в ушах. Здесь нет единой точки зрения, полагают, что такого кардинального средства нет, но препараты, которые обладают корректирующим психовегетативным действием, оказываются наиболее полезны у этой группы пациентов. Но что делать, если стадия функциональных нарушений перешла в ишемическую стадию, либо вертеброгенные влияния наложились на интровазальные проблемы позвоночных артерий, вот органическая стадия, о которой уже ушла речь, в виде приходящих нарушений кровообращения, которые могут проявляться в виде транзиторной ишемической атаки во время поворота или наклона головы, может проявляться дроп-атаками, могут проявляться синкопальными состояниями. Здесь речь идет о том, что таким очень важным аспектом является регресс симптоматики в горизонтальном положении. Обычно после приступов отмечается общая слабость, головные боли, шум в ушах, фотоапсия, вегетативная лоббильность. Часто это состояние путают с состоянием после судорожного припадка, здесь нужно очень правильно осматривать пациента, не было ли укусов и прикусов языка, упускания мочи, в анамнезе травмы или вообще судорожного синдрома. Транзиторная ишемическая ишемия ствола мозга с локализацией в зоне перекрестка пирамид, если это дроп-атака, и ретикулярной формации при синкопальных приступах. Речь идет о транзиторной ишемии ствола мозга. Это достаточно серьезное состояние и при повторяющихся эпизодах требует госпитализации и, конечно, лечения и обследования этого пациента. Мы сегодня с вами говорили очень много о проблемах, связанных с поражением вестибулярной системы, в частности, обсуждая проблемы головокружения, она может быть системного, несистемного характера. Я хотела бы обратить внимание, что вертебрально-базиллярная артериальная система кровоснабжает различные отделы вестибулярного комплекса. И прежде всего речь идет о том, что система позвоночной артерии кровоснабжает и периферические отделы вестибулярного аппарата, то есть артерии лабиринта, артерии внутреннего уха, и кровоснабжает задние отделы головного мозга. Но отмечаю, что когда мы говорим о поражении вестибулярной системы, мы говорим о том, что она может поражаться как на уровне периферическом, это система внутреннего уха, периферический отдел вестибулярной системы, и система центральная, это когда речь идет уже о непосредственно, в данном случае, задних отделах головного мозга. Любой отдел этой системы будет страдать, и любой отдел может нарушаться его функция при сниженном обеспечении его кровотока. И все симптомы, которые мы видим, головокружение, токси, тошнота, нестану, это различные функции вестибулярной системы, повреждения которых в данном случае связаны с позвоночной артерией, система позвоночной артерии, независимо от того, что является ведущим механизмом, это спазм сосуда, компрессия, ирритация, либо интровазальная проблема, нарушение редукции кровотока, дает вот такого рода симптоматику. И с этой точки зрения, конечно, я обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, чтобы вы четко представляли, что периферическое вестибулярное головокружение, оно тоже относится к истинному головокружению, как и центральное головокружение. Это очень важный момент, который требует понимания, что в ряде случаев мы с вами распределяем зону ответственности между специалистами для адекватного лечения такого рода пациентов. Любое выпадение, или наоборот гиперфункции вестибулярного аппарата, требует понимания, какой отдел вестибулярного аппарата поврежден. Вот поскольку патогномоничным симптомом поражения вестибулярного аппарата является все-таки головокружение, достаточно часто мы по поражению внутреннего уха, периферического головокружения исключаем вот эту группу состояний, которая лечится совершенно другими методами, чем те состояния, которые связаны с выпадением или гиперфункция центрального отдела вестибулярного анализатора. И здесь могут быть очень разные состояния. И остеохондроз позвоночника, или дегенеративно-дистрофические изменения, и диспондилоартроза, могут составлять лишь только часть тех нозологических форм, которые приводят к вот такому состоянию. Поэтому давайте очень внимательно относиться к нашим пациентам, проводить пробы, которые относятся к разделу неврологии, и отоневрологии, чтобы своевременно и правильно выявлять вот эти все достаточно сложные диагнозы. В справедливости ради, с неврологической точки зрения, прежде всего, должна отметить, что сосудистые нарушения это одна из наиболее частых причин головокружения. Дело все в том, что вертебрально-базилярно-артериальная система сложная, она такая продолженная на основании мозга, кровоснабжает все отделы ствола, и продолговатый мозг, и воролевый мозг, и средний мозг, и верхний сегменты шейного отдела, и спинного мозга, и мужичок, и задние отделы полушария мозга затылок, частично стеменную долю, и медиабазальные отделы височной доли, часть зрительного бугра. Поэтому здесь поражение этой системы на любом протяжении, или даже в проксимальном отделе, когда поражается позвоночная артерия, и, соответственно, редукция кровотока идет и дальше по мере продвижения этой артериального ствола, несмотря на то, что, конечно, коллатеральный кровоток может скомпенсировать нарушение кровообращения в позвоночной артерии, дает очень разнообразную симптоматику, и различная патология головного мозга может сопровождать вот этот симптомокомплекс, который нам с вами важно учитывать. Вертебрально-базиллярная артериальная недостаточность – это недостаточность всей вертебрально-базиллярной артериальной системы, вертебральной или позвоночной артерии с латыни, артерии лабиринта, базиллярной артерии. Поэтому так много состояний могут возникать на фоне страданий вертебрально-базиллярного артериального русла. Еще раз хотела бы обратить ваше внимание, что причины, которые приводят к вертебробазилярной недостаточности, они не только ограничены именно патологической извитостью, смещением устья позвоночной артерии, гипоплазии, аномалии костного ложа, поражением крайне вертебрального перехода, но это могут быть имболии, гипертонический криз, атероскратическое поражение сосудов. А у лиц пожилого возраста, поскольку дегенерация позвоночника – это возраст, ассоциируемое заболевание, сочетается, разумеется, и с вот такого рода органическими причинами, которые тоже имеют возраст, ассоциируемый характер, гипертония и атеросклероз. И я бы хотела вернуться к нашей пациентке, о которой мы сегодня говорили, мы обсуждаем методы ее лечения, вы видите, она была не только детально обследована, продиагностирована, но и лечение она получала комбинированное, не только медикаментозное, но и все возможные варианты, необходимые ей медикаментозных стратегий. И я хотела бы обратить внимание на жалобу, которая сопровождает часто синдром позвоночной артерии, связанную с нарушением активирующего влияния ретикулярной формации, которая в том числе может в таких выраженных клинических случаях давать нарушение сознания, потому что восходящий отдел ретикулярной формации оказывает активирующее влияние на головной мозг, но и может являться причиной астенических жалоб у пациентов. И наша пациентка, она спортсменка, это пациентка, которая активно ведет такой образ жизни здоровой, она продолжает поднимать штангу, заниматься тяжелой атлетикой, она чувствует, что ее, может быть, уже не спортивные, а занятия физкультурой не позволяют ей выполнить свой привычный стереотип ее практики. Поэтому она жаловалась на повышенную утомляемость, то, чего раньше она за собой не замечала, и здесь ей был назначен элькарнитин, и я хотела бы обратить внимание, почему он был назначен, в связи с чем мы пациентам при астенических проявлениях, при проявлениях, которые связаны с нарушением обеспечения мозга кровотока, мы назначаем элькарнитин, а также часто элькарнитин назначается спортсменом при выполнении ими различных физических нагрузок. Вот интересно, что элькарнитин и мельдоний, по-моему, входят оба. Элькарнитин точно входит ли в перечень препаратов, запрещенных для использования спортсменов? Элькарнитин тоже, почему знаю, потому что вот моя пациентка, она занимается, принимает участие в соревнованиях, и нам даже приходилось заполнять специальную форму, которая позволяла ей, что у нас есть определенные рекомендации. Ну вот видите, да, то есть почему-то его рассматривает элькарнитин как допинговый препарат, хотя, конечно, на результаты спортивные этот препарат не оказывает никакого влияния, но то, что он способствует выносливости и с точки зрения метаболических процессов помогает выдерживать различные физические нагрузки, это так, а объяснением этого является понимание вообще, как осуществляется энергетический метаболизм в клетке в норме. Любая деятельность наших органов, тканей и клеток, она реализуется за счет потребления энергии. Ну как для работающего двигателя нужны различные нефтепродукты, бензин или что-то из аналогов, так клетке тканям и органам нужен АТФ, это основной субстрат энергетического метаболизма, а как его получить, он реализуется в организме за счет окисления жирных кислот и глюкозы, и надо отметить, что при окислении продуктов метаболизма гликолитического жирно-кислотного обмена образуется один и тот же продукт, ацетилкоэнзим-А, который встраивается в дыхательную цепь метахондрий и позволяет в цикле трикарбоновых кислот переносить электроны от одного пола к другому, образуя, при этом синтезируя АТФ. Ацетилкоэнзим-А взаимодействует с перуватом, который окисляется при утилизации глюкозы. Одним словом, очень важный аспект является баланс для энергообеспечения правильной отлетки, является регуляция, с одной стороны регуляция, с другой стороны достижение сбалансированного процесса окисления, который реализуется через окисление жирных кислот и глюкозы. Этот баланс жирно-кислотного и гликолитического пути окисления был назван в биохимии равновесием Рендла. Очень важно здесь понимать, что потребление жирных кислот активизирует окисление накопления этих жирных кислот, ингибирует при этом оксидацию глюкозы. Поэтому нарушение равновесия в сторону повышенного окисления глюкозы и жирных кислот оказывается очень неблагоприятным для клеток. А надо отметить, что в здоровом миокарде главным источником АТФ являются как раз жирные кислоты. И уменьшение этого пути, жирно-кислотного пути окисления, оно не очень благоприятно для кардиоэнноцитов. С другой стороны, для мозговой ткани основным источником энергии является глюкоза. Не просто так, дело в том, что окисление глюкозы требует на 12% меньше кислорода, и головной мозг выбрал такой очень энергосберегающий режим, вдруг не хватит кислорода, поэтому здесь у него такой приоритетный гликолитический путь обмена. Важно, чтобы они находились в равновесии. Но, к сожалению, это равновесие нарушается при высоких физических нагрузках, в частности у спортсменов. Равновесие нарушается при атеросклерозе, при артериальной гипертензии, при старении, когда в условиях недостатка кислорода накапливается большое количество недоокисленных жирных кислот, которые выступают в роли такого триггерного метаболита для развития окислительного стресса. И здесь очень оригинальным является идея создания лекарственных препаратов, которые бы позволяли бы не накапливать недоокисленные жирные кислоты, каким образом? Тормозить их транспорт в митохондрию. Поскольку переносчиком и доставка в митохондрию жирных кислот осуществляется эндогенным субстратом л-карнитином, его введение экзогенное, которое, допустим, истощается в условиях гипотически ишемического повреждения, потому что постоянно он должен поставляться, в условиях нагрузок с возрастом эндогенный запас л-карнитина снижается, вот экзогенное введение л-карнитина позволяет тормозить транспорт жирных кислот, митохондрию, удалять избыток и тем самым избегать формирования окислительного стресса, тем самым сдвигая вот это равновесие Ренла в пользу стимуляции аэробного гликолиза, что очень важно для клеток головного мозга и вообще для функционирования клеток. Таким свойством обладают препараты на основе л-карнитина, одним из которых является препарат Элькар, хорошо нам известный, который мы используем как нейропротектор, как кардиопротектор и как антиоксидант, потому что он, помимо того, что снижает количество свободных жирных кислот, еще и компенсаторно увеличивает образование и активность антиоксидантных ферментов. Я хотела бы сказать, что существуют две формы л-карнитина, которые мы можем использовать у пациентов. Это форма инъекционная л-карнитин, л-кар в дозе 5 мл мы можем вводить внутримышечно, в дозе 10 мл внутривенно. Внутримышечно больше чем 5 мл мы не можем одномоментно вводить, поэтому обычно проводим такое лечение в утреннее и вечернее время, как у нашей пациентки внутримышечно. Но если комплоентность к инъекциям снижена у пациентов, можем предлагать такую пероральную форму, ацетил-Л-карнитин, который показал себя очень активным и эффективным лекарственным препаратом, в лечении очень многих состояний, астении, в лечении когнитивных нарушений и при тревожно-депрессивных состояниях. Вот перед вами систематические обзоры клинических исследований, мета-анализ зарубежной 21 плацебо-контролируемой исследований. Очень активно используется ацетил-Л-карнитин в зарубежной клинической практике. И вот такого рода сочетание последовательное лечение мы обычно используем для пациентов с нарушением мозгового кровообращения. У нашей пациентки не понадобилась такая схема лечения, мы остановились только на инъекциях Л-карнитина, но в принципе, если говорить об ишемической органической стадии синдрома позвоночной артерии, то такая схема последовательная, назначение Л-карнитина, а вслед за ним ацетил-Л-карнитина, позволяет восстанавливать и физическую активность, и когнитивную функцию, уменьшать астения, симптомы депрессии и многие-многие другие. Это доказано в целом в ряде исследований, что важно слепых плацебо-контролируемых исследований. Вот посмотрите итальянское исследование, как влияет ацетил-Л-карнитин на умственную усталость, астения, физическую усталость, до-после лечения, насколько снижались проявления, более чем на 40, а физическая усталость почти на 50%. В нашей стране мы тоже используем этот лекарственный препарат. Результаты открытого рандомизированного исследования при хронической недостаточности мозгового кровообращения, в том числе в вертебрально-базилярно-артериальной системе, исследовали при добавлении корницитина к базисной терапии пациентов, получающих такой лозоактивный препарат, как винопоцетин, и получили значительно лучшие результаты в два раза по оценке монориальской шкале когнитивной функции и изменение суммарного балла по субъективной шкале оценки астении через два месяца терапии. Мы пероральную форму используем не менее двух месяцев. Интересные данные зарубежных коллект, которые тоже в слепом плацебо-контролируемом исследовании добавляли ацетилалькарнитин для пациентов, у которых были различного рода депрессивный фон настроения, в частности, дистемия с хроническим депрессивным настроением более двух лет. И вот было показано, что ацетилалькарнитин начинает свою эффективность, проявляет свою эффективность антидепрессивную значительно раньше, чем использование флоксетина, ингибитора обратного захвата сертанины. И часто для лечения дистемии при длительном депрессивном состоянии у пациентов, не ожидая пока получится антидепрессивный эффект, назначают совместный ингибитор обратного захвата сертанина и ацетилалькарнитин, потому что его антидепрессивное свойство проявится раньше, уже на второй неделе, в отличие от ингибиторов обратного захвата сертанина, которые только к концу четвертой недели дадут снижение депрессивных проявлений. Вот эта последовательная терапия препаратами у пациентов с хронической ишемией мозга, с речесосудистыми заболеваниями доказала себя еще во многих исследованиях. Вот здесь данное исследование 21 года, когда группа контроля и группа, которая получала лекарь плюс краницетин, дала улучшение когнитивного статуса и психического статуса, и все эти изменения были статистически достоверны. И в этой же группе пациентов оценивались астенические проявления как физического, так и психического плана. И опять же, вот два месяца использования доказало, что такая схема терапии является обоснованным эффективно. Элькар, как я уже сказала, 2 ампулы по 5 мл внутривенно или внутримышечно, просто небольшой, 10 дней, его можно повторять, вслед за этим назначать кораницетин по 2 капсулы 2 раза в сутки, 2 месяца, либо использовать эти схемы раздельно. Ну вот, собственно говоря, мы с вами сегодня коснулись такой важной темы позвоночника сосуды, сложный альянс. И у нас наступило время вопросов. Я вижу, что вопросы есть, да? Да. Скажите, пожалуйста, несколько слов о дифференциальном диагнозе между задним шейным симпатическим синдромом и головокружением, ассоциированным с мигренью. Ну, я так понимаю, тут идёт вопрос именно в разнице в головной боли, потому что и там, и там достаточно яркая головная боль может быть. В принципе, мы дифференцируем именно с характером боли, потому что для мигрени всё-таки характерна такая пульсирующая боль, она интенсивная, более будет интенсирована, чем при задней шейном симпатическом синдроме. У пациентов обязательно нужно спрашивать сторонность боли, потому что хоть раз, но боль должна будет поменять свою сторону. Часто очень вы смотрите ассоциированные с мигренью жалобы, там, тошнота, фотофонофобия, то есть всё это может навести на вас на мысль о том, что это именно мигреника, которая сопровождается головокружением. Не всегда сразу же при первичном приёме, при первичном обращении к вам пациентам вы сможете чётко разделить вот эти два состояния, потому что поэтому здесь нужно будет пациента понаблюдать, пациенту можно рекомендовать вести дневник головной боли. Сейчас очень много даже всяких приложений, в том числе и в телефонах, когда они помогают давать характеристику этой боли, и часто очень врачу уже там в течение периода наблюдения бывает понятно, и какая именно эта боль. Что важно помнить, что очень часто может быть два состояния. У одного и того же пациента это может быть задний шейный симпатический синдром, и это может быть ассоциированное с мигренью головокружения, вот как у нашей пациентки, которым вам сегодня демонстрировали. Так, дропатаки сопровождаются потери сознания или нет? Как отличить от дропатак, я так понимаю, нарушения сознания, другого генеза? Ну мы уже осознали. Ну да, мы это обсудили, что дропатаки, они не характеризуются под потерей сознания. Дропатаки – это тетропорез у пациентов, когда он просто падает, вот повернулся и упал. А синкопальные состояния, да, они характеризуются потерей сознания. Может ли гипоплазия позвоночной артерии привести к патологии? У каких больных, в каких случаях? Мы это частично с вами уже затронули, что иногда, когда у пациента нет коллатерального кровообращения, оно может быть нарушено, например, при атеросклерозе, когда двусторонний атеросклероз, когда возрастной атеросклероз, сама по себе гипоплазия, она может быть фактором развития нарушения, там, снижения, шамизации той или иной зоны. То есть это нужно учитывать, комплекс состояний, нельзя ориентироваться, естественно, только на одну лишь гипоплазированную артерию. И плюс еще мы помним с вами, что в основной своей массе клиническая значимость дает гипоплазия левой позвоночной артерии. Здесь очень важно сказать диагностика ангиографического исследования, которое показывает состоятельность коллатерального кровообращения. И в этом смысле сама по себе гипоплазия может быть абсолютно асимптомным состоянием. мы видели не раз аномалии велизиевого круга, где не было, мало того, чтобы он был не замкнут, да, это были очень грубые гипоплазии, вообще отсутствовало позвоночной артерии, но при этом никаких клинических симптомов не было за счет компенсаторного измененного коллатерального кровообращения. Поэтому здесь ориентируемся на клиническую симптоматику и, конечно, на ангиографию. Если уже говорить еще глубже, мы можем не просто визуализировать уровень кровообращения, мы еще можем проводить с помощью специальных методов, которые измеряют метаболизм головного мозга, посмотреть, страдает ли эта зона, которая кровоснабжается гипоплазированным сосудом, есть ли в ней сниженные метаболизмы. Но это уже такие академические интересы, если нет клинической симптоматики, то, значит, здесь несущественная роль. Еще один вопрос. Добрый день. Я офтальмолог в районе. У больного на МРТ в теле позвоночник очаг измененного сигнала до 10 мм в диаметре с четкими границами гемангиома. Тактика его ведения. Консультация каких специалистов? Но здесь я должна сказать, что сама по себе гемангиома нам может не давать. Это может быть вариант, с которым человек живет очень длительно. Тактика ведения – динамическое наблюдение. При увеличении размеров гемангиома, и мы видели иногда гемангиома, которая разрушает позвонок, потому что занимает практически весь его, всю его площадь, консультация нейрохирурга. Если не увеличивается в размерах, ну и хорошо. Какое сейчас отношение к эуфилину, как венотонику и сосудистому препарату при синдроме позвоночной артерии? Мы эуфилин как венотоник не используем, уже очень давно не используем, как сосудистый, вазоактивный. Используем реже, потому что сейчас достаточно большое количество вазоактивных препаратов. А почему не используем его? Потому что рикошет есть. Потому что может быть и синдром отмены, может быть и изменения, которые приведут, наоборот, к ухудшению кровоотбращения. В свое время, да, эуфилин был очень хорошим препаратом, но сейчас вот о нем такие сведения, дополненные исследованиями, показали, что его побочные эффекты, которые при нем могут развиваться, не обязательно в 100% случаев, уменьшают диапазон его использования. Добрый день. Так, может ли синдром позвоночной артерии приводить к пульсирующему шуму лухи? Как дифференцировать это вследствие еремной вены или позвоночной артерии? Ну, сама позвоночная артерия, так вот по себе, чтобы именно она дала шум, он все-таки будет более монотонным. Пациенты, он может изменяться при повороте головы, единственное, просто шум в ушах, это все-таки не патагмоничный такой симптом, и пульсирующий в том числе шум в ушах, его может вызвать очень большое количество состояния, совершенно верно, там, патология внутренней еремной вены и гипертоническая болезнь, любые сосудистые изменения, патология внутренней сонной артерии, то есть, вот прям сказать, что можно дифференцировать. Дуплексное сканирование, единственный метод, который позволит нам говорить о вкладе той или иной сосуда в эту симптоматику. В каком положении проводить массаж воротниковой зоны при нестабильности в шейном отделе позвоночника, сидя или лежа, можно проводить массаж при венозной дисциркуляции? Ну, во-первых, тут стоит задуматься вообще о массаже шейного отдела позвоночника при нестабильности. Да, мы помним, мы стараемся не назначать миорелаксанты. Если вы делаете массаж, то, наверное, какой-то очень нелегкий, чтобы не усугубить вот эту нестабильность. И тут лежа, сидя, каких-то вот таких рекомендаций, критериев нет. Единственное, что касается венозной патологии, мы все-таки помним, что массаж, он усиливает кровоток, усиливает кровоток в том числе и шейно-воротниковой зоны, и вертубер-базиллярной. И если это достаточно выраженные, такие выраженные венозные дисгемии, то, конечно, постараться пока стабилизировать состояние пациентов, а уже потом отправлять на массаж шейно-воротниковой области. На проксен вместо немиссулида не лучше, спрашивает. Но, уважаемые коллеги, мы представили вам данные в отношении эффективности лекарственных препаратов. Я должна сказать, что проксен тоже хорошее лекарство, мне нет к нему никаких претензий, но мы сегодня обсуждали потенциал аналогетический, противовоспалительный немиссулида. И очевидно, что сравнивая этот потенциал аналогетический, противовоспалительный, с профилем его безопасности, он в более выигрышном положении. Скажите, пожалуйста, кто должен проводить блокады в неврологическом отделении, если они не указаны в стандарте оказания помощи? Блокады блокадам рознь. Если вы проводите внутримышечные паравертебральные блокады, то никто вам, как неврологу, не запрещает их проводить. По крайней мере, для этого не требуется специальная аккредитация или лицензия. Обычно их проводит, конечно, врач, невролог. В отношении стандартов оказания помощи вы здесь можете проводить лечение. Здесь меняется метод введения, он, по сути дела, внутримышечный. А внутримышечные инъекции в стандарты тоже входят. А вот чего нельзя делать, к сожалению, неврологу. Это попытка сейчас пересмотреть стандарты. Это проводить внутрисуставные блокады. Для этого должна быть аккредитация у врача. Прежде всего, это специалист, который занимается анестезиологическим пособием. И эти внутрисуставные инъекции, внутрисустав, маленький фасеточный сустав, должен проводиться под рентген или ультразвуковым контролем. Поэтому здесь, помимо проблемы, кто делает, здесь еще проблема технического обеспечения. Ну, а я повторяю, не невролог. Очень сложно отличить дроп-атаку от кардиогенных нарушений. Какой рекомендуется алгоритм? Дроп-атаку от кардиогенных нарушений. Ну, уважаемые коллеги, здесь вопрос заключается в том, что кардиогенные нарушения сопровождаются определенными нарушениями, которые мы регистрируем методом электрокардиографии. Значит, если они повторяются, и действительно такое может быть. Вот буквально сегодня утром на обходе закладывала медсестра, что пациентка, которая ждала, была в очереди на анализ в процедурный кабинет, упала, разбила лицо, и, разбираясь по этому поводу, в неврологическом отделении указание в анамнезе на нарушение ритма. Тут же была снята электрокардиограмма, там достаточно были большие паузы в сердечном ритме. Вот это причина кардиогенных нарушений. Поэтому ЭКГ, конечно. Здравствуйте, подскажите, есть ли кровоток базилиарной артерии снижен в два раза? Это нужно лечить? И как? Из симптомов периодические ощущения опьянения? Ну, надо сказать, что, конечно, базилиарная артерия очень важная. Она кровоснабжает ствол мозга, да, вот, и нарушение кровоснабжения в этой артерии, оно обычно приводит к весьма таким неприятным последствиям. Нужно понимать, в чем проблема, почему в два раза снижен. Снижен ли при этом кровоток в позвоночных артериях, которые, объединяясь, образуют основную артерию. Если это в месте соединения артерии, артеростатическая бляшка, либо это в бифуркации основной артерии на заднемозговые бляшка, то здесь, конечно, требуется определенное лечение атеротромботического процесса. Надо сказать, что эндортероктомия в системе вертебрально-базилиарной артерии сегодня отработана неплохо, лучше, чем раньше, через какое-то время назад на позвоночных артериях. Все равно методологически это достаточно сложные инвазивные методики рентгенохирургического лечения. Они больше отработаны на каротидной системе, ну а в основной артерии такие данные, они очень многочисленные. В основном это специалисты в зарубежных клиниках отрабатывают эту методику. Здесь нужно понимать генез, причину снижения кровотока. Я бы перепроверила это в разных медицинских центрах, и в частности сделала бы ангиографию, чтобы оценить, действительно ли кровоток снижен, оценить причину этого снижения. Ну и если это интровазальные находки, интракраниальных сосудов, и в частности атеротромбоз, лечить атеротромботические проявления. Прежде всего это антиагреганты, конечно, из препаратов. Так, вопросов очень много. Следующие. Так, карнитин и мелдранат по механизму действия являются антагонистами. Как лучше, если возможно, сочетать при лечении пациентов оба препарата? Их нецелесообразно сочетать. Объясню почему. Потому что попытка восстановить гипергос, когда идет снижение гликолитического пути обмена, можно двумя путями. Это разное явление. Значит, что мы проговорили с вами в отношении карнитина? Что он воздействует на процесс транспорта жирных кислот, которые при избытке проводят эти жирные кислоты в митохондрию, а там в условиях недостатка кислорода накапливаются они в недоокисленном виде, и это субстрат для окислительного стресса. Что касается мелдония, мелдраната, то этот лекарственный препарат работает по-другому. Он действует через фермент, который способствует синтезу карнитина. Он действует по-другому. Он не антагонист, он просто в ситуации, когда идет большое количество образованных жирных кислот, он убирает транспортер, он убирает синтез этого карнитина, и тем самым получается, что он через гамма-батюротай, фермент, который синтезирует вот это вещество, он уменьшает и изменяет процесс синтеза карнитина. И таким образом разные пути воздействия на угнетение жирно-кислотного пути, откисление, которое согласно равновесии активизирует наоборот гликолитический путь обмена. Пациентке 53 года, синдром позвоночной артерии, сужение левой позвоночной артерии 40%, усталхондроз шейного отдела позвоночника, две протрузии шейного отдела позвоночника, периодически те, расширение вен дурального мешка всего грудного отдела позвоночника. Лечение. Как будем лечить сужение левой позвоночной артерии? Но опять же, здесь очень важно понимать, с чем связано это сужение. Экстравазальная причина или интравазальная? Это будет определять лечение. Мы с вами сегодня постарались показать вам подходы к лечению дистонической функциональной стадии, которая связана с вертоброгенной причиной. И нашу пациентку мы лечили именно с этим диагнозом, вот этим комплексом лекарственных средств. Акцент на лечении ишемической, органической стадии, он, конечно, идет на восстановление кровотока, на те интравазальные проблемы, которые либо являются следствием длительной дистонической функциональной стадии, а это, как правило, возраст, какие-то нагрузки физические на позвоночник, неблагоприятные, либо это смешанные проблемы, экстра-интравазальные. Тогда лечим и ту, и другую проблему. Еще не забываем, что у пациентки, как вы описали, есть еще и нарушение венозного оттока, то есть здесь нам надо не уйти в противовес, при простых паравертебральных блокадах редко возникает ласт-синдром. Очень неприятная штука, можно крупно пострадать. Да, никто не определяет это как абсолютный метод лечения, все будет еще зависеть от глубины инъекции и, конечно, от действующего вещества лекарственного препарата. Если получить сертификат после прохождения курса на портале НМО, неврологу можно проводить блокаду? Совершенно верно, можно. И мы приглашаем к нам на курс. Да, мы сейчас об этом скажем. Так, ну смотря какие блокады. Ну, делаются, мы не делаем, естественно, внутрисоставные, если только мы говорим про… Мы говорим о виде блокад, да. Да, о виде блокад, да. Но есть определенные блокады, спектр блокад, которые после повышения квалификации невролог может делать, да. Все ли мы ответили? Я, может быть, что-то пропустила? А вот это вот, как вы относитесь к применению бета-гестина в терапии синдрома позвоночной артерии? Хороший вопрос. Бета-гестин мы говорили о препаратах, которыми мы лечим головокружение. Я бы сказала так, что препарат бета-гестин, если не помогает пациенту, у нас бывают такие случаи, что использование бета-гестин, опять же, в терапевтических дозах, а терапевтической дозой мы называем ситуацией системного головокружения, это 24 мг 2 раза в сутки, 48 мг, не помогает. И вполне может быть, что одной из причин вот такого рода отсутствия эффекта может быть смешанный характер головокружения у пациента, периферический и центральный. И в таких случаях я с большим удовольствием назначаю препарат Арливерт, который мы используем в ситуации, не разграничивая периферическое или центральное головокружение. Поэтому здесь можно его использовать в своей клинической практике. Так, еще вопрос. В каких клинических рекомендациях проводится анализ НПВП, где учитываются их побочные эффекты, сравнительно аналитический эффект? Какой НПВП оказывает в процентном отношении побочные эффекты со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой системы? Ну, прям каких-то отдельных клинических рекомендациях по нестероидным противовоспалительным препаратам нет. Естественно, это клинические исследования и общие обзоры. А еще у нас есть рекомендации российского общества ревматологов, которые пишутся и для терапевтов, и для врачей общей практики, в том числе и для пациентов с остеоартрозом. И можно ориентироваться на них. Там достаточно подробно описаны все вопросы, все моменты, которые вы осветили и задали. Но я хочу добавить, что сегодня, к сожалению, не все нозологические формы имеют клинические рекомендации. Но приказом Минздрава клинические рекомендации, которые представлены научными центрами Академии наук и, в частности, Институтом ревматологии, другими центрами, например, научным центром неврологии, рассматриваются как официальные рекомендации, поскольку они все одобрены коллегией Минздрава России, поэтому можно ориентироваться на них. И там есть определенного рода рекомендации в отношении выбора нестероидных противовоспалительных препаратов. Обычно в этих рекомендациях нет обзора в процентном отношении, какой препарат обладает больше эффективностью или риском в процентном отношении побочных эффектов. Но такого рода исследования проводятся, они публикуются в научных журналах, и на основании этого уже делаются выводы, они-то и представлены в клинических рекомендациях. Обычно в клинических рекомендациях идет ссылка, которая вас, собственно говоря, и фокусирует ваше внимание, чтобы вы посмотрели на основании каких исследований и каких данных эти клинические рекомендации пишут. То есть отсылка к этим источникам, она всегда в клинических рекомендациях или в методических рекомендациях она имеется. Какие венотоники при венозной дисгемии лучше? Доктора, ну тут нет какого-то однозначного приоритета к венотоникам. Мы только понимаем, что есть все-таки вот эти системные венотоники, которые обладают крупной молекулой, в том числе и диасмин, и гиспердин, которые вот эта молекула не проникает через гематоэнцефалические барьеры. Естественно, здесь, если мы говорим о венозной дисциркуляции головного мозга, мы комбинируем эти препараты, которые используются, к примеру, в хирургии, там тот же диасмин, и гиспердин, мы можем комбинировать их с тем же дегидроэркатамином, возобралом, с бетагистином, и вот общую такую системную реакцию они дают очень хорошее. Но здесь вот конкретное что-то, предпочтение. А про эллизин? Какой эллизин? Эллизин эсценат, да. Он сейчас очень хороший дает эффект, но, естественно, эллизин эсценат немножко ограничен на амбулаторном приеме, вот именно внутривенной инфузии. Если есть возможность, да, пожалуйста. Да, у нас когда-то он был производителем, его была Украина, теперь он относится к группе российских производителей, препарат эллизин эсценат, вот в неотложной неврологии, в неврологии венозной недостаточности, которую мы регистрируем не только клинически, но и по данным венографии, МР венографии головного мозга, мы назначаем этот лекарственный препарат, да, у него в способах введения только внутривенный путь, но все-таки это, конечно, хороший препарат. Ну, а здесь я предпочитаю, конечно, препарат Детролек с терапевтических дозах. Так, как долго можно назначать ценорезин, особенно пожилым пациентам, учитывая его пропаркинсоническое действие? Ну, действительно, пропаркинсоническое действие отмечено у ценорезина, но если этот лекарственный препарат, обычно сами пациенты назначают его, если оно им помогает, достаточно долго они его используют, и только при возникновении не таких уж частых, прямо скажем, симптомов пропаркинсонизма, чаще всего это тремор, они обращаются к врачу, и врач отменяет этот препарат, но, в принципе, все группы лекарственных препаратов данного ряда, они назначаются курсами, не постоянно. Курс лечения препаратами этой группы, он обычно составляет 8-12 недель. Но вот золотая середина, вернее, 6-12 недель, золотая середина – это 8 недель. Так, по-моему, вот еще один вопрос. Как вы ведете больных с синдромом верхней апертуры грудной клетки с подтвержденной окклюзией подключичной артерии при функциональной пробы и на дуплексе, и на КТ ангиографии? Спасибо. Ну, тут вопрос, во-первых, чем она окклюзируется, потому что синдром верхней апертуры грудной клетки – это достаточно такое собирательное понятие, и здесь может быть и лестничная мышца, здесь может быть и малая грудная мышца, здесь может быть и добавочное шейное ребро, и сосудистые разности в том. То есть вопрос, что в данном случае является причиной окклюзии вот этой подключичной артерии. Ну, а если это мышечная какая-то симптоматика, если это мышечно-тонический симптом, то это миорелаксанты, если нужны антистероидные противовоспалительные препараты, тут имеется место, если боль у пациента, то есть мы лечим боль и какая-то боль, и мануальный терапевт, постизометрическая релаксация, остеопатия, то есть все... Если нет, то хирургин. То хирургин, да, если это в конце не делает так эффекта. Так, по-моему, пока все. Вот у меня вопросов больше нет. Ну что же, уважаемые коллеги, прошу вот презентацию нашу вывести на экран. Я благодарю вас за вопросы, которые поступили. Пожалуйста. И хочу, поскольку мы представляем здесь кафедру неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМа имени Пирогова, я являюсь заведующей кафедрой. Коренера Бенна-Бодоля, помимо доцента кафедры, она еще является зав. учебной части. Я хочу вас, всех, у вас очень много вопросов. Мы более подробно можем осветить эти вопросы на наших циклах повышения квалификации. Вот я хочу вас пригласить на эти циклы повышения квалификации, которые проводятся на, подчеркиваю, бюджетной, бесплатной основе, к нам в ноябре и в декабре месяце. Что для этого нужно? Вам нужно просто зайти на портал непрерывного медицинского образования, где мы все зарегистрированы, как практикующие врачи. И там у нас есть с вами личный кабинет, в который мы вносим наши обучающие циклы, для повышения, которые позволят нам при определенном количестве баллов успешно пройти аккредитацию раз в пять лет. И вот эти циклы, которые здесь представлены, это как раз тот раздел баллов, который мы должны с вами за пять лет набрать, сто сорок четыре часа академических, академический час – это один балл, и они не суммируются с теми баллами, которые вы получите, например, сегодня, прослушав наш вебинар. Это уже участие в таких вот вебинарах, конференциях, конгрессах, семинарах – это уже другой вид баллов. И бюджетная основа, и у нас вот все те вопросы, которые мы с вами сегодня обсуждаем, можем поговорить о них более подробно, более распространенно. На цикле, вот ближайший, который у нас будет в декабре месяц, он будет двухдневный, 18 академических часов, боль в позвоночнике, мультидисциплинарный алгоритм диагностики и лечения, как раз куратором этого цикла является Коренера Ибена Водолян. Зайдя на портал НМО, в своем личном кабинете, выберите этот цикл из списка предложенных циклов повышения квалификации, которые проводит кафедра неврологии ФДПО, ранимомия Пирогова, и зачисление на это. Вы получите, что получите? Путевку, заявку. Заявка подписывается у руководителя учреждения, где вы работаете, и можно уже с заявкой обращаться, вот здесь есть электронный адрес, можно к нам на кафедру обращаться, а мы уже дальше сориентируем вот этот путь. Да, все достаточно просто, и сегодня это все проводится онлайн, сам цикл проводится онлайн, более того, все документы принимаются онлайн, поэтому очень удобно практикующим врачам повышать свои знания. У нас есть интересные циклы, которые касаются вегетологии, расстройства вегетативной нервной системы в общей медицинской практике, эпилептология, современные аспекты диагностики и лечения, короткие циклы, и надо сказать, что на многие из них мы приглашаем врачей, не только неврологов, но и врачей общей практики, терапевтов, участковых терапевтов. Многие аспекты мы преподносим как для начинающих неврологов, так и врачей, которые столько поскольку имеют дело с неврологической практикой. Особенно хотела бы обратить ваше внимание цикл, который мы создали специально для врачей общей практики, для участковых терапевтов, это актуальные проблемы амбулаторной неврологии. 72 часа, ближайший цикл начнется 20 ноября, тоже бесплатно, на бюджетной основе. Мы будем в удобное для вас время, будем посвящать его освещением на примерах, на разборе клинических случаев, приблизительно как это было сегодня, различные ситуации амбулаторной практики, с которыми сталкиваются врачи, терапевты, другие специалисты, где нужно поставить, суметь поставить, заподозрить неврологический диагноз, понять, какова маршрутизация пациента, что с ним делать, как его обследовать, ну и тем более, если это пациент коморбидный, и помимо неврологической патологии, он страдает и терапевтическими заболеваниями. Очень интересный цикл. Так же, как и цикл нейровизуализации в неврологии, разумеется, прохождение этого цикла не даст вам возможность работать врачом-рентгенологом, но уметь читать, современные реалии того требуют, компьютерные томографические, магнеразонансные томографические снимки, видеть очаговые повреждения головного мозга, кровоизлияние, нарушение мозгового кровообращения, признаки демилинизации, онкологические процессы. То есть вы сможете за 36 академических часов ориентироваться и понимать, что перед вами хотя бы в общих чертах вы видите, ну и, конечно, уже отправлять к специалистам для полной расшифровки этих снимков. Иногда пристальный взгляд специалистов замыливается, и тогда невролог уточняет те изменения на снимках, которые он видит, которые он понимает, которые его интересуют. Нарушение артериального и венозного кровообращения головного и спинного мозга – это еще один цикл повышения квалификации. Здесь мы рассказываем об острых нарушениях мозгового кровообращения, хронических нарушениях мозгового кровообращения, как артериального, так и венозного русла, и там же с вами обсудим подходы к лечению венозной энцефалопатии, венозных инсультов, тоже достаточно интересный цикл. Вообще, еще раз запишите наш телефон, очень у нас простой электронный адрес nerf.caf, его легко запомнить в Mail.ru, мы на бюджетной бесплатной основе проводим в каждом квартале определенные циклы, в том числе и крупный цикл, то, что раньше мы называли сертификционным неврологией, 144 академических часа. Вы можете записаться на портале NMO, для прохождения на этих циклах. На данный момент эти циклы проводятся на бюджетной основе и в онлайн-режиме удобном для врачей, которые далеко от Москвы трудятся. Ну и в завершении, перед тем, как попрощаться, я хочу сказать, что у нас есть еще один очень интересный цикл, который тоже курирует Карина Рубенна Водоля. Это цикл, куда мы приглашаем врачей. Он уже не бюджетный, он уже на коммерческой основе, но этот цикл мы называем цикл симуляционный. Патология вертеброневрологический, он симуляционный. Вот как раз мы на этом цикле, который длится 36 академических часов, два дня, приглашаем к кочному участию, проводим семинары, мы проводим мастер-классы на симуляционном оборудовании, чтобы вы могли и научились сделать разные виды блокад, после чего вы сможете в своей практике это использовать. Там же вы получите знания о так называемых основах мануальной диагностики, вот как раз нейронно-ортопедическое обследование. Там же вы получите знания о основах кинезиотейпирования для того, чтобы с помощью этого не медикаментозного метода облегчать жизнь вашим пациентам. Такие циклы у нас проводятся, вы можете позвонить на кафедру. Мы циклы, которые у нас проводятся на основе уже внебюджетной, коммерческой, открываем по мере накопления заявок, и написав нам на кафедру, позвонив нам по телефону, он является рабочим телефоном, всегда наш методист, наш администратор кафедральный ответит на ваши вопросы, мы подскажем, какое ближайшее расписание вот этого коммерческого цикла с симуляционным обучением. А я благодарю за внимание вас, еще раз предлагаю наши телефоны запомнить. Благодарю вас, Коренна Рубенна, за участие. Думаю, что состоялся интересный и полезный разговор. Ну а алгоритмы собака Мэл.ру мы ждем отзывы о нашем сегодняшнем вебинаре, ждем вопросов и ждем темы, которые вас интересуют. Мы постараемся в дальнейшем в наших циклах отвечать на ваши вопросы и обсуждать темы, которые для вас представляют клинический интерес. Благодарю за внимание, всего доброго. Спасибо. На платформе Медзнания большой выбор образовательных мероприятий от ведущих экспертов в своих областях и широкий охват медицинских специальностей. В разделе «Мои мероприятия» умная рекомендательная система подберет для вас события по вашей специальности и интересам. В чате задавайте вопросы ведущим экспертам и обсуждайте их с коллегами. Прямо в приложении получайте баллы НМО, сертификаты и удостоверения о повышении квалификации и переносите их на портал edu.rosminstraf.ru. В портфолио доступен архив всех прошедших мероприятий. Медзнания. Образование врача через всю жизнь.